Ну, в принципе, усвояемость, они очень интересные. Допустим, вот вы практически читаете, как мангара, и скоро кругами, наверное, будете. Аун Ар Асиан. Ну, это может дать скорость, может, я это запамятаю доброе. А вот уважаемые пани Чупакабри, когда я предлагаю перечитать, она всегда сразу... Отникывается? Ну, да. И воспринимает это как варианты сделательства. Ну, на счет взаимы натикавится Ум Ар Асиан? Ну, получается, у нее есть такая бредовая идея, что Ум Ар Асиан – это вот только для переводчиков, а для великих, в больших-больших кавычках, великих даже, из-за кавычков, для великих эзотеричек, как она, надо астрологию. Хотя, как бы, все равно, как если бы она придя, не знаю, в аптеку, просила бы ядерную бейгл вместо лекарства от расстройства желудка. Ну, во-первых, это небезопасно, во-вторых, это бессмысленно, потому что Аум Ар Аси – это основа, в принципе, вообще философской концепции, это основа всего. А астрология – это как развитие одного из направлений, одной из тем. И что развивать здесь, и нечего развивать. То есть основа Аум Ар Асиан – это основа философского постижения мироздания. И дальше ветви этого треба познания, там, соответственно, рунические системы, там, языкознание, мистическое языкознание, знание истории, философской составляющей истории святотворения, и, в частности, и астрологии, и много чего другого. Но, а, вот даже в школе там есть такое, что сначала человек учит язык. Ну, так. Учит, как писать и как читать. А потом особые всякие разные науки, какие там уже в программе. Какие Вы, кстати, философские концепции Аум Ар Асиан? Ну, так, не важно сказать, я не думала особо на это. Интересно. А как образно звуковой последователь? Ну, мне, вот, чтоб скласти слово, читати, то деякие голосни, мне чомусь важко. Я не розумею еще, как их читати в контексте, с буквами там и все. Ну, это да, но я говорю за образно звуковой последовательности. Вы читали эту часть, где они описываются? Ну, так. Читала. Можете назвать несколько? Не могу. Плохо? Ну, тоже погано, я все знаю. Хорошо. Аум Ар Ас, какая философская значимость этой фразы? Ну, это три первые буквы. Обозначение и… Слование. 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 Сказать треба, обозначение слова. Начало истинного просветления, начало истины прояснения, истинное начало просветления и прояснения. Хорошо. А дзерало, точнее, живо це дзерало, село, земра. Как вы понимаете? Живо це дзерало, село, земра. Ну, дзерало це дзерало, дзерало життя на земле. А другое значение, не просто больше, а сверх. Ну, сверх. То есть, таким путем, жизнеисточник сверх земли, над землей или вне земли. Ну, почти, у меня не хватает. Хватит. Все будет хорошо. Дальше. Гехерев, как о людей мыслите? Гехерев я не памятаю. Еле видимо, еле проявлено, еле ощутимое проявление нади или каких-то других тяжело познаваемых субстанций в яви. Как о людей мыслите, он наш покой? Ну, як люди мыслите, так и живете. Хорошо. Потому что покой это не только покой, это вообще и стабильность, и последовательность, но чего-то другого. А вот в эфире, мне просто интересно, когда вы говорите, что это проявление невеликое нади, и… Не невеликое, а… Не значимое. Не значимое. Не значимое. Не значимое. Не значимое. А еще те же самые электрические импульсы, которые в телефоне. Если их по телефону позвонить, к примеру, и сказать «объявляем войну». Ну, к примеру, Путин уже своим военачальником позвонить и сказать «объявляем войну Америки». И как бы сами по себе-то это еле ощутимые электрические колебания в телефоне. Но не факт, что они незначимые, не факт, что они какие-то мелкие. Они могут мелкими казаться, но какое их значение в глобальном контексте — еще вопрос. И как раз там и говорится «гехеры как у людей мыслите». То есть вот как эти еле ощутимые проекции существуют, как это все взаимосвязано. Люди мыслите, осмысляйте, понимайте, постигайте. Ну, мне немного тяжело полностью воспринимать. Чего? Ну, я не знаю, мне не надо еще подумать над этим, потому что я еще… Другой пример. Например, на человека садится чертенок, начинает этого человека одерживать. И здоровый, большой человек с кучей тонких тел сдается к кому-нибудь такому чертенку. Но потом этого чертенка отодрать от человека — это можно самому три раза сдохнуть, пока это сделается. И вот там это вот, что я недавно изгонял. Его привязали, все. И несколько часов его обхаживал со всех сторон, читал мантры, пока чертятина не начала беситься и бежать. Хотя я знаю, что, допустим, тот же Йордан мог бы подойти и сказать «Чертячка, пошли до дому». И все. Ну, потому что он как бы их контролирует. Он так индикацией занимается? Ну да. Это как это самое… В узкой специальности. Есть там сериал «Доктор Кто», и там у доктора главный антагонист, мастер. И интересно, что сериал «Доктор Кто» изначально английского производства, а по-английски мастер, еще как господин, другое значение. Ну и вот тот постоянно какой-то чертятин наплодит и доктору потом по кости разное делает со всеми своими подопечными. Ну вот где-то так же самое Йордан здесь. Ну это уже отдельная ситуация. Ну то лучше не допускать эту всякую чертятину, что она… Не, ну конечно не допускать. Ну так треба знать их себе вести. Ну вот, к примеру, чтобы мне вот эту заразу все из того одержанного выгнать, я ее выгоняю методом того, чтобы довожу до того, что она сама начинается. А довожу, ну как ту же Чупакабру, с помощью мантр, единических знаний. Ну ясно, но это же не факт. Вот пока вы поруч с ним, то она обтекает, а я к вас не маю. Ну вот мы его привязали, допустим. И вначале он такой смеялся даже. Он такой, ну что типа ты будешь со мной делать там. А потом это самое… Постепенно, когда я начал читать мантры, он сначала просто говорит, «Все, хватит уже, я уже отказываюсь». А изначально как бы я с ним, с его родственниками договорил еще. Что бы он не сказал в ходе процесса, процесс продолжаем. И мы с ними договорились, что так или я сразу ухожу, если какие-то подвижки не в ту сторону. Они согласились. Ну и вот мы начали процесс. Он уже кричит, отвязывается и все такое. Начал разные шутки целесообразно употреблять там. Ну чтоб типа его вывести из… Я читаю мантры, читаю. И потом уже полностью чёрт начал одерживать его. И уже его голосом говорит, что убирайся. Это моё. И я читаю Савра Манкара и Сиева Манкара. Некоторые интересные. Ара Юра и Ара Ура. Ну и в конце оно уползло. Потом… Вы его бачили? Не чисто село. Не чисто село, но она, понимаете, не так, чтобы как червяк прямо уползло. Но еще, поскольку я вообще не настраиваю тонкое видение на всю эту заразу, то мне, чтобы разглядеть, надо какое-то время. Поскольку они есть разных вариантов, то если я уже, допустим, этот вариант хорошо знаю, то вижу, ну да, этого варианта. Вот редак читал, вот того зверюха увидел, там зверюха увидел, знаю, хорошо уже, ну как бы, всё. А если новая какая-то… И ведь люди тоже бывают разные. И на некоторого человека можно посмотреть и не сразу понять, что тот человек. Так вот, в принципе, и с той зверюхой. Я не сразу понял, что оно такое, поэтому даже не определил, к какому виду оно принадлежало. Но было заметно, что вот оно слезло по его ногам и уползло в сторону. А там как бы открылось пространство в нижний мир, и оно туда. Ему что треба соблюдать? Певні умови, чтобы оно не верталось? Ну да, во-первых, я ему и мантры назначил, и всё. И он сам говорит, что не подозревал, что будет вежать таким путь, как вежал. Ну, он себе легче почувает? Я плевал там кровать всю, и руку себе чуть вообще не оторвал. Там кровопотёки пошли на руку. Я ж когда ходил и мантры читал, не рассматривал, что с ним творится. А вот давайте все оттягивал. Ну и пошли кровопотёки. То есть вот так еле ощутимые проявления нави в яви очень влияют на не еле ощутимые проявления, так сказать. Я просто недавно прослухала вашу фразу относительно харчувания. То, что, когда сказали, что ты хочешь буддевать? Прав, мудрость, яв, чина. Ну да. И для себя приняла чёткое решение, что я не хочу навигодовать. Потому что у меня и так какие-то связок есть. Я не знаю, что это связывало в ней. А значит, что там у нас в аумарасе? Аумарасе? Как вы люди думаете? Так вы будете жить. Ну да. Один раз, ай, рай число в отвергу. Число? Райча, а не число. Буквица число нету в аумарасе. А я погано почула, что вы сказали. Ну, как бы даже по порядку вы могли понять, что нету там числа никакого. А еще не помню порядок всего. Шахитин. Ну так. Кошмарятины. Ну ничего, выживаю, надеюсь. Ну так. Хорошо. Буквица «Ант» что означает? Твердость означает. Не просто твердость. Небесную твердость. Небесные божественные силы, которые противодействуют всякой нечисти. Ну да. Хорошо. Буквица «Кси». Духовность. Дух. Буквица «Пси». Буквица «Пси». А как она изображается? А там такая кручая. А что она изображает? А она изображает людину. Не просто человека. А высшего. Ну там я читала, что священнослужители. Нет, это буквица «Кси». Она изображает с распростертыми вверху луками. Нет, в позе лотоса. А, но… Буквица «Пси». Буквица «Пси». Но там ее изображение это не человек, сидящий в позе лотоса, а это три чакральных круга. А вот так. Три чакральных круга, два канала, которые идут по ногам и раскрывающаяся с кора чакры, пирамида вверх, восприятие божественных энергий. И еще это сводилось до просто некого З-образного рисунка. Ну, чтобы не рисовать эту тройную восьмерку. Оно рисовалось так, и потом злитушкой. Упрощенная версия. Она тоже характерно больше кирилец, а не аум, арасия. Итак, так что означает буквица «Пси»? Ну, там чакр, напевно, в людей нет? Нет. А какая есть наука, изучающая то, что обозначает буквица «Пси», но при этом не понимающая, что… Психология? Да. Ну, значит, это, можно сказать, душевность или недушевность там? Душевность. Душевность, скорее всего. То есть, буквица «Пси» означает душу, совокупность всех тонких тел. Чакры, каналы, тонкие тела, все вот это входит в буквицу «Пси». Ага. Значит… И интересно, что душа, как дневник, она не входит в буквицу «Пси». Ну, а как так оно означает душу, а… Нет, ну, вы же знаете, что слово «душа» имеет два основных значения. Имеет означение совокупность тонких тел, и имеет означение душа, как дневник с наработками, которую хотят черти. А то, что это как… Ну, просто… Ну, просто… Ну, просто… Ну, просто… Ну, просто… Изначально язык же многократно переформатировался, и от изначальных слов потом отказывались, заменяли, и так оно уже получилось. Это как рата. Есть рата гиперборея – это рата. Есть рата Украина – тоже рата. Есть рата, допустим, как знак. Вы же на шею в Украину не носите, однако на шее рата носите. Ну, так. И гиперборею на шее не носите. Ну, что это пакт, что не ношу. Вот. А еще и имя было такого рата. Имя? Да. А кого так называли? Ну, тех, кто рождались в соответствующее время. Ну, как бы, рахманская традиция, она до сих пор есть, в принципе. Да. И рати, какие народживались, тут их так называют так. В общем, такая ситуация. Однако, вот так же самое, как тот же самый гребень может означать, и гребень, которым расчесываться и так далее, и тому подобное, так и душа имеет два значения. И значение души, как дневник, с нашими плюсами и минусами не входит в буквицу ПСИ. Оно с ней связано, но не напрямую входит. Это понятие ближе к ижице, как раз. Однако, сама буквица ПСИ обозначает, как раз, тонкие тела и взаимосоотношение тонких тел. Что вы знаете про буквицу ФАТА? Я знаю то, что еще был в супутнику за меня ФАТА. Было дело. А про буквицу... А что изображает буквица ФАТА? Какого вы помните князя, имя которого похоже на ваше? Я знаю, что имя... А Митридат? Митридат, точно где? Митридат. Я знаю, я дивилась вчера ваше мнение, что вы доказывали по тому, что на монете написано Митридат. Ну вот, то есть, вы видели монету? Так, я видела монету, и там написано действительно Митридат. Просто потом продивлялась информация, там кругом написано Митридат. А почему? А написано А. Митридат написано. Это я многим историкам уже говорю. Ну что это творится у вас с мозгами? Даже вот в английском языке А может читаться как Е. Но все равно не подойдет сюда такая ситуация. Потому что это не на английском, а как историки говорят на греческом. В греческом А как Е или как И не читается. А читается как А. Или тогда его надо читать не Митридат, а Митридит. Если А читать как И. Но никто его как Митридит не берется писать. Глупость. Тогда почему Митридат? Просто потому, что чертям не хочется, чтобы… Звучало имя совершенно. Да. Поэтому они пытаются это искажать. А какая еще важная информация находилась на монетах князя Митридата? А заметили, что там есть буквица Яно и есть буквица И? Нет. Я просто, скажем, детально не смотрела. Подивилась только на надпись. Есть такое. Там, допустим, есть еще знак Ра как точка в круге, отдельно стоящий. Что значит, что Всевышний благословляет князя. И в тексте там используется чисто вот аума российско-кириллический знак И. И используется муквица Яно. Ю с малой, как его называли в кириллице. То есть, греческим письмом это не может быть уже. И по всем параметрам на монете надпись сделана чисто Аум Ар-Аси. Вот видите, как знание не просто Аум Ар-Аси, но и исторических источников, где она используется, помогает нам победить нечистых сил. Они старались, искажали историю князя Митридата, переименовывали Митридата. А мы можем почитать, что написано на монете. Истина восторжествует. И нечистые силы будут кусать свои копыта от злости. Так что достану. Ну это уже их забота. А что интересного вы можете вспомнить монет князя Скила? Я просто помню, что есть такие монеты. Ага. Это как сокол там изображенный, или надписи я уже не помню. Ну сокол изображался на монетах князя Арика. А на монетах Скила, на некоторых сокол, на других сова. Однако подписано, что Скил, князь, великие властители и так дальше. Родственникам, отчасти предкам какой династии он был? В Рюриковиче, да. Сохранилась ли тенденция использования имени Скил, сокел в именах Рюриковичей? Ну, судяя по вас, то так. В смысле? Ну, вы же из рода Рюрикович. У вас и прислушали? Я говорю за имя. За имя? Да. А за имя я думаю, что так. Хорошо. Князей Скалослава и Скаломенда помните? Как вы говорите, помните. А чем занимался князь Скаломенд и где он жил? Как звали его внука? Имя, которое потом стало использоваться в качестве слова, обозначающего правителя. Хорошо. Как называлась Великокняжеская династия Великого княжества Литовского? Не знаю. Великокняжеская династия Гедеминовича от имени князя Гедемина, позднее имя которого превратили в слово Гетимон и так называли властителей и на Украине и Польше. А его деда звали Скаломенд, который являлся потомком Скалослава. Скалополка, Святополка и Ярополка. И Ярополк был сыном кого? Святослав. Именно так. Святослав сын кого? Ну да. Однако все-таки сын кого? Игорь? Да. Игорь сын кого? Игорь сын кого? Не знаю еще, Олег был его наставником, а? Наставником, но не отцом. Не отцом, а ты забыл. Магацанас Рюрик. А до прихода Рюрика кто правил в Новгороде? Новгородский князь. Как его звали? Не помню. Гастамысл. А с кем в коалиции находился Новгородский князь? Угу. С Туровом и с Крастаном. А кто с юга навязывал деградацию на Руси? Кириллица является христианской упрощенной версией Аум-Ар-Асии. А как называется христианская упрощенная деградированная версия Ветици? Глаголица. Именно так. А что важного в текстах и какие вы знаете тексты написанные глаголицем? Ну, все священные книги христианские пишутся на глаголице. В смысле? Ну... Христианские книги пишутся на церковнославянской кириллице. На кириллице. Глаголица использовалась как христианское и государственное письмо только в некоторых хорватских областях территории Хорватии и Италии. И там оно до XIX века, кстати, использовалось. Что вы помните про Заграфское Евангелие? Ничего не знаю. Не знаю. Я рассказывал. И так. Да. В Заграфском Евангелии есть фраза «искони бяше слово» вместо «вначале было слово», как в нынешних переводах. И понятие «искони бяше слово» оно чуть-чуть отличается от понятия «вначале было слово». «Искони» – «исконно» – это значит, что «изначально». А здесь просто «вначале» какое-то слово. То есть то, что «изначально» – это то, что «до начала» и то, что не факт, что исчезнет после начала или даже после конца этого начала. А, допустим, в начале это, ну вот, в начале линейки есть один сантиметр. А потом еще сто таких может быть. То есть чуть разные уровни. И христиане, переведя «искони бяше слово» на «вначале было слово» исказили значение. Хорошо. А как, собственно, понятие, что «вначале было слово» соответствует с ведомой? Какая египетская концепция является переходником? Ну, початок, в принципе… И какая есть соответствующая греческая концепция? Не знаю. Ну, греческая агностическая концепция, что в начале существует божественный логос, и Всевышний своим логосом, божественным словом творит мироздание. Это, в принципе, платоническое, пифагорейское, агностическое такое представление, которое основывается на египетских мифах. В мифах Древнего Египта есть искажённая версия знания сотворения Вселенной, где в начале Всевышний испускает свою мысль, Бога Ху, однако там он уже из мысли Бога воспринимается часто Богом божественного слова, а не мысли. И по древнеегипетским космогониям Всевышний Атум Птах совместно с Богом Ху, совместно с Богиней Сия Гором Старшим и Богом Тотом создали Огдуаду. Позднее, переродившись с помощью Бога Нуана, Всевышний создал Энеаду, и так, в принципе, египтяне воспринимали мироздание. То есть, в принципе, они воспринимали, что искажённую версию ведического знания, что уже не мысль Всевышнего, а слово Всевышнего является основой. И позднее, если у нас чётко в ведах нарисовано, что мысль является осью мироздания, и объяснено это от вселенского уровня до уровня каждой искры, то у них это просто абстрактное понятие Божественного Слова. А в Веческой мифологии Логос – это ещё более абстрактное понятие, и оттуда оно христианство ещё более абстрактное и оторвание от контекста перекочевало. А что Вы знаете относительно того, что такое Огдуада? Не знаю, что такое Огдуада. Огдуада по-египетски – это Великая Восьмёрка. Это боги природных разделений Сварги. Помните таких? Ну, помню. Как называется? Истанбух? Нет, это княжество Сварги. Истанбух, Чеслобог, Белобог и Чеслобог – это княжество. Безграничность, безвидимость, бессущественность, ограниченность пространства. Ну, вернее, пространство по разным концепциям то входит, то не входит. И наоборот, в египетских космогониях пространство входит, а не входит ограниченность в Великую Восьмёрку. Хотя по ведическим текстам это уже не восьмёрка получается, потому что сначала идёт безграничность, потом безвидимость, беспространственность, ограниченность и пространство. То есть, Великая Десятка, что ли. Хотя там ещё несколько. Пару богов, которые тоже важны. А что такое Энеада? Помните? Это Великая Десятка. Туда входят Всевышний Ра, Тифон и Тифанида, Нут и Геб, то есть богини небес и бог земли, Осирис и Сида, Сат и Нефтида. Как зовут Нефтида? Сат и Нефтида? Ну, древнеегипетская, происходящая от Сакрамайская. Сакрамайская, в конце концов, восходит к языку древней Арроты, то есть на статическом иронии до европейского. Дево. Дево, она сам. Дево. Ага. Неф от слова дом на одном из диалектов. И позднее греки это переводили как нефтас или нефтида. Хорошо. А что вы знаете про буквицу Яно? Что я не знаю, я в ней еще не дошла по выучению, скажем так. И что? Ничего. Я только знаю, что бог. Бог есть такой, Янош. Ну хорошо. А буквица Яно? А буквица Яно? Ну, это означает личность. А Манкараена почему там используется Яно? Манкарае? Ну, слово Манкарае, оно есть версия Манкра, Манкора, Манкараеяна, Манкараеяна, Навец. А я не знаю почему. Ман, что означает? Ну, по дитинам. Ко. Направление. Ра. Имя Всевышнего. Яна в данном контексте. Ну, то это личность? Духовная практика в данном контексте. Духовная практика, да. Да. Хорошо. А имя Раян в таком контексте что означает? Ну, вообще, значение имени Раян? Духовно направленная дара. Да. Итак, что означает Яно? Духовная направленность. Да. Духовная направленность или проекция своего сознания во внимании. То есть, куда мы направляем внимание, там фактически мы и находимся. И идею этого и передаёт буквица Яно. И также есть понятие Истияно, которое призывает нас к очищению восприятия, к направлению только туда, куда нужно, предварительно поняв, куда мы уже направились. Какая буквица является визуально-символической противоположностью буквицы Тверата? Я не знаю, как она называется, но она, по-моему, не произносит. Ну да. Что Вы знаете про буквицу Ферон? Ук и Оук, какая у них разница? Ук – это направление, а Оук… И Й? Это для меня буквы, а вообще я не знаю. Й? Жаль. А какие есть две неофициальные буквицы в АУМ-АР-АСИ? Что Вы знаете про буквицу ПТАХА? ПТАХА – это значение и Всевышний, но в начале слово «ПТАХА». Что Вы знаете про буквицу ЭТ? Надо учиться. Я буду учить, а я ж не учила практически. А как Вы думаете, именно буквица Птаха и буквица Ижица являются неофициальными? Или как? Не, Ижица, воно так присутня, не написано, что она неофициальна. А какая же тогда является неофициальна? Ну, по крайней мере, я не видела, не читала, что там написано, что она неофициальна. Это хорошо. Ну, а как бы, есть же написано, что две неофициальные. Вот одна неофициальная Птаха, а вторая. А чему она неофициальна? Кто? Птаха. Ну, потому что неофициальная, потому что она не входила в состав, так как она не использовалась многими народами и сагастом она не предусмотрена. То есть сагаст изначально совместно с коллегией священнослужителей на основе предыдущих письменностей разработал 64-гуквенную систему, а потом 64-гуквенной Аум-Ар-Асии, классической Аум-Ар-Асии, были разработаны еще 1800 знаков, которые могут использоваться в образно-звуковой и символической связке с знаками Аум-Ар-Асии. И дальше уже какой народ, кому было что удобно, использовали некоторые из неофициальных знаков, которые являлись допустимыми. Иногда использовали также из других письменностей, типа суржика такого. Но это было редко и, как правило, уже позже. Изначально все-таки пользовались вспомогательными и дополнительными знаками Аум-Ар-Асии. И самыми популярными из них являются два птаха. Птаха и Ижица? Ижица, может, не Ижица. Ну для того, чтобы иметь какие-то предположения, скажем, тут раба же в чате. Вообще-то птаха и Эд. И хорошо, что на раннем этапе ее обсуждения вы так что-то засомневались, что Ижица неофициальная. Ну потому, что она такая невидомая и, мне кажется, она часто встречается в словах. Ну да. А Эд? Эд очень редко использовалась. Я взяли не помню, что она где-то соображалась. Самая-самая последняя. Ну, у меня не важно в словах. Она редко использовалась. Потому, что там написано, что мы знать не можем передать и звук. Эд? Так. Нет, то на друг. То фара. Фара, так. Ну, она не фара на самом деле, но некие попытки ее озглучивания, как фара, гара или как-то так. А там много. Ну да. Но все это все равно неправильно, потому что это надо так настраивать речевой аппарат, чтобы произнести. Ибо с постоянной практики этот навык теряется просто. А где тут можно иметь постоянную практику? Конечно. И все не так, что лучше правильно его умовляти? Ну можно, в принципе, как бы. Ряд правее слова, приблизительное звучание давал почти правильно, наверное. А у Вас не другое умовлятие? Ну, снова таки. С кем разговариваю? Даже вот для записи видеозаписи я использую вообще российский язык, к примеру. Здесь, в Одессе, большинство даже украинцев используют не украинский язык, а злокозненный суржик. Да, сгорит он впервые вместе с его навязывателями. И украинский язык, он тоже искаженный и очень сильный. Конечно, российский намного хуже, но все равно. Вот здесь и я только за тиждень застряла одну женщинку, яка разговаривала украинцем. А так я, когда ходу в магазин или подойду, деякие продавцы так реагируют правильно, відповидают мне приблизно на украинский язык, когда я говорю. А где-то так, как всегда разговаривают? Ну, это уже иное вопрос. А что с головой традиции, голова традиции все равно разговаривает? Он разговаривает на украинской мове, а не на украинской мове. Он и раньше, когда я с ним тренировался, он очень плохо на старовинных версиях мови разговаривает. Максимум, что у него неплохо входит, это на украинской мове где-то с 16-го, 17-го столетия. Она сильно разговаривается в сучасной мове. Ну, много, а ледве промовляемых знаков, как короткое О, короткое Е, которые сейчас не используются. И сейчас нам, как и в российской мове, дали Е и Е. А Е чётко выкинули. В российской мове залишили Е и залишили Е. Но нет Е, как у нас. Тот, кто знов таки всё спростыл и скоротыл и повыкидал и всё, что немало выкидал. Но в какой-то степени тут же глава тоже в этом виновен. Ведь он мог бы дать задание священнослужителям традиции, чтобы они составили учебники и издали. Или хотя бы мне помочь издать то, что у меня уже готово, или издать то, что вообще традиция давно уже готова. Или хотя бы не мешать. Или хотя бы следить за рахманами достойно. А то в Киеве, допустим, я там с одним из вот этих товарищей общался. Да. Да. Ну, что есть, то есть. Такого. Один из этих товарищей хвастался тем, что он достаточно часто общается с товарищем Треславом. А я у него заметил знак Ротай, но необычный, состоящий из двух знаков Ротая, между которыми есть пространство, в которое обычно заливается состав, состоящий из пепла, воска, смолы, топлёного масла и некоторых других явлений. Это когда делается особое жертвоприношение, которое рахман осуществляет и благословляет всех присутствующих. Этот состав заливается в знаки. Ну, то специальные знаки. Со специальной полостью для этого. Я у него долго пытал, чтобы он рассказал, как это так стало. Оказалось, что его допустили, чтобы рахман его благословлял. Я в ужасе от этого был. Человека, который грешит. Человека, который мне предлагал к проституткам поездку. Когда я его объяснял, что у меня проблемы, что мне надо, чтобы мне кто-то помог с этими статуями что-то доделать. Потому что тогда ситуация под вопрос встала. Он говорит, о, да, да, тяжело. Ну, вот с мином поехали, развлечемся. Мне его помощь надо было конкретно, чтобы он туда свое внимание. А зачем сознание развлекать, разбрасывать разные куски, зачем он мне надо? И вот такому поросенку, такого поросенка допустили до того, чтобы рахман его благословлял. Ну, так что, выходит, что рахман послушный совет, он сам не разумеет. Нет, ну, рахман как? Рахман занимается своим делом и чего рахман будет изучать каждого поросенка. Это не его дело. Задача изучать, кого допускать, это, соответственно, у совета. Если осуществлялось жертвоприношение, осуществлялся обряд, в ходе которого рахман молился, в ходе которого рахман сосредотачивался, направлял свои энергии. Чтобы это сделать, то, что потом заливается в специальные версии знаков, это нужно потратить колоссальное внимание, колоссальную энергию, и при этом еще изучать, кто достоин, кто не достоин, кто поросенок, кто не поросенок, это очень тяжело. Поэтому я подозреваю, что, вероятно, рахман надеялся на благочестивость работников совета, а они допустили поросенка. Еще тут Чупакабра недавно прилезла и такая говорит, что ее к рахману повезет. То даже о том, что у Чупакабры такая мысль появилась, уже глава традиции в этом не много. Если он был нормальным главой, то его все помощники должны были бы сразу уже с тонкого плана за такие мысли, такие плюхи отвешивать, что она елой должна была крутиться вокруг собственной оси несколько лет. После того, что я им предоставил все надлежащие записи, и записи не просто я предоставил, я еще Йордану предоставил возможность, чтобы он их составлял. И он со своих возможностей проверил, что это все так. И у них есть данные от двух священнослужителей с подтверждением, что Чупакабра это Чупакабра. Там Йордан еще в расширенную версию приготовил этого всего. Правда, я пока еще не отправлял, потому что пусть у нее еще будет возможность как-то искупить все свои грехи и действовать по-человечески. А Йордан бачит всех, которые мы им управляли, так? Ну да. Он их очень хорошо видит, слышит, чувствует. На несколько километров может им давать задания и это дело. Ну, в принципе, или если я буду особо занят чем-то и не смогу изучать, как она исправляется, не исправляется. Или если я там где-то помру или меня кто-нибудь прибьет, или если Йордан соберется помирать, то тогда этот текст будет отправлен, так, чтобы не только ей запретить доступ к ведической традиции, но и всем тем, кто подверглись ее воздействию, ну и, соответственно, ее всяким биологическим связанным существам. Однако все равно то, что она хотя бы себе помыслила, что она к Рахману доберется и не получила оплеуху за это с тонкого плана, это уже колоссальная, я считаю, вина главы традиции. При том, что я не верю, что она в действительности до какого-то Рахмана доберется, вероятнее всего она вообще пыталась сделать некую такую психологическую игрушу, типа, если я не хочу ее учить, вот она пожалуется в вышестоящую инстанцию, типа. Или же какие-то еще свои, не знаю, идеи, типа, вывести меня из себя или еще что. Подозреваю, что какая-то такая, скорее всего, психологическая игра. Или еще вероятность, что ей нашелся какой-то лжец, который хочет повезти ее к кому-то лукашу, типа Рахмана. Ну, как и в России есть кенгурятин, который рассказывает, что ему Рахманы говорили, что инопланетяниц Наполеон воевали 200 лет назад. Или наполеонцы инопланетяне. Ну так, а при чем тут Рахманы до Москвы? А кенгурятин придумал, что у него где-то там свои карманные Рахманы есть. В Москве? Ну, якобы уральская рахманская традиция, которая от Радьес не существовала. Ну, здесь можно было бы представить, что или кто-то во время уральского исхода там остался, или потомки тех, которые сохраняли боеголовки в уральских горах. Или же даже представить, что из Ратаи когда-то осуществились выселки из рахманской традиции Радагаста или Саагаста, или из священнослужителей той и той когда-то была сформирована какая-то уральская традиция. Однако, если она была сформирована, была бы переписка из Крастана и того центра. Вот как есть переписка, сохраненная, допустим, из Крастана и Ратра. Это центр рахманской традиции Радагаста. Есть переписка, копии переписки Ратра и Аркона. Аркона и древнего Левгорода. Того же древнего Левгорода и Нововеденгородия. Нововеденгородия и из Крастана. Из Крастана и Солнцеграда. А Левгород это еще? Ну, там... Да, это тот город, который был до Львова и позднее он был уничтожен, и потом Данилой Галицким как бы воссоздан уже как Львов. То есть переписки всех этих центров сохранились. Вот сейчас каждый рахман как какую-то свою волю напишет, а представители совета доводят эту волю до всех остальных рахманов и тоже это сохраняется в истории. И потом можно будет почитать через сто лет, через тысячу лет и почитать, что Раян Правеслав не особо уважительно относился к работникам совета и почитать, что он благословил меня на проповеди. Ну, все, короче говоря, даже почитать о том, что даже они сохранят не только данные от рахманов, но и от других священнослужителей, особенно тех, которые являются или потомками рахманов, или представителями воли рахманов. Так что даже данные о том, что Чупакабра есть Чупакабра, через тысячу лет все равно потомки смогут считать. А вот данных о том, что на Урале рахманская традиция водилась, ни в каких рукописях совета нету вообще никак. Причем даже когда они общались с теми, которые на Кольском полуострове, переписавшись с ними, взяв их на разные тексты, взяв у них описание, что там творилось того, что не было в наших текстах и дополнив это, даже в дополненных версиях нет никаких указаний о том, что на Урале рахманская традиция есть. Поэтому, если там кто-то как бы и реально происходит из рахманской традиции, то это какой-то лжец или изгнальник или что-то такое. А вероятнее всего вообще, что это Кенгурятин высмотрел предложение мое о том, что нужно по музеям пройтись, пофотографировать там экспонаты и доказать, что они сделаны машинными технологиями. Ну, правда, он эту идею исполнил чуть раньше, чем я. Я ее так до конца и не исполнил. Хоть некоторые подвижки в эту сторону делаю периодически. А саму идею изложил еще в 2008 году на Коглевской 5, там проводя занятия. А недавно появилось это Кенгурятин? Ну, как раз в районе 2010 года. Учитывая, что тогда занятия записывал один такой Кирилл, эзотерик, который не особо стабильный, и то он в одну крайность ударяется, то другую, то третью. И вполне вероятно, что он кому-то предоставил какую-то из записей наших заборских совместных занятий. И, соответственно, Кенгурятин решил себе и традицию придумать. Вот скажи, то, что сберегаются в Советах, они ее читают или просто сберегают? В воле Рахмана, там что-то записано. Ну, относительно, по крайней мере, Маркиянов и Пшицкого героя на праве слова, они просто сохраняют. Потому что исполнять это они не хотят. Воле, ну, допустим, то, что у Рахмана Райана Правеслава когда-то хранилище начало портиться, и там порень выбил бетонный блок, не бетонный, а звездняковый блок, и надо было это заделывать. Эту волю они исполнили. То, что он не назначал своим представителям на их совете, так сказать, это они тоже приняли тогда. То есть они, как бы, то, что им не особо тяжело исполняют. Не напрягает, конечно. Но какие-то основные данные они не исполняют, ссылаясь на спор Харугиньевичей, Джамшу Геньевичей, и на то, что философская идея Харугиньевичей потерпела поражение в лице того, что всех Харугиньевичей уничтожили христиане, а вот те, которые действовали по концепции Джамшу Гена, выжили и так дальше. Помните эту историю? Нет, а я начинал про Харугиньевича. Ну, Харугиньевича от волхва Харуги, который одно время возглавлял борьбу с христианами времен гражданской войны и насильственной христианизации. Он, как бы, за то, чтобы очистить Киев от христиан, за то, чтобы установить четкие границы с Византией и так дальше. Но его убили, его сын, который в основном назывался не по имени, а по отчеству Харугин, сын отца Харугин, являясь с его полуумирающих слов, переписал и написал Вересову книгу, после его смерти возглавлял борьбу с христианством открытого, ну и позднее его, его сыновей, его братья и всех последователей христиане перерезали. Была другая тенденция, когда была разработана концепция, что давайте заховаемся и будем ждать и молиться, и постепенно помогать тем князьям, которые являются правильными. И это как раз, если это было на территории Центральной и Восточной Украины, то тенденция Джамшу Геньевичей на территории Западной Украины, Восточной Польши, Белоруссии и Литвы. И так постепенно они поддерживали возрождающуюся династию Рюриковичей в виде Едеминовичей, поддерживали Данилу Галицкого, его потомков, Речь Посполиту, но позднее при правлении Бонесфорции большая часть культов, даже Джамшу Геньевичей, кроме рахманской традиции, были уничтожены. Ну, по сути дела, идея о том, что только для себя в рахманской традиции, это из концепции Джамшу Геньевича перекочевала. Противовес идеи Хару Геньевича, то, что надо воевать со всей нечиской. Я уже тут и с нашими пращурами, которые погибнули за веру, когда приобрели христианизацию верующую Россию. Мы же тоже могли как-то здесь там, может, сховаться, или что? Ну, история долгая. Я не хочу отдаваться все эти сейчас подробности. Мы вообще по буквице решили общаться. Да, и сейчас уже не так много времени. Нужно было уже скоро завершать это дело. Надо, чтобы завелись. Нема у меня вопросов, потому что я маленькая занималась. Я буду еще заниматься, и буду писать. Да, предписываю вам, чтобы вопросы кладились и размножались. Можно я буду записывать? Да. Доброе. Сейчас я даю шкирку. Вот хотела начать что-то с собой, то, что вы озвучили. То мне выпало из моей памяти, и я там звонила всяким справами. Кошмар. Ну, так вы чего кошмар. У меня столько справ, Артем. Мне не требовало подавиться ваши видео и почитать то, что вы мне принесли. И с вершами требовалось заняться тоже, и поспевать мне требовалось. Потому что, когда не поспеваешь, то тоже... Так читать это, в принципе, можно всегда. Да. Ну, я когда засинаю... Ну, все-таки, а что вы новое вычитали по Аум Ар-Асии? Ну, вообще, то не новое, но я разбирала в области. Есть Рои. Ну, да, да, да. Вы сказали, что вы вычитали там интересного? Какое новое осмысление есть? Вы читали, что есть сейловые области, которые я про ее читала, то есть, которые означают твердость, а какие помягченые. И еще у меня там такое возникло вопрос. Сотворение в сотворенном. Я только не понимаю, что такое означает. Ну, как бы, то и означает, что означает. Когда есть уже что-то сотворенное или сотворяемое, и там как мягкая дополнительная какая-то тенденция идет еще что-то. Ну, то есть, какие-то новые виды, или новая форма творится, или нет? Ну, и да, и нет. Ну, например, как, не знаю, вот растет дерево, а на нем еще растет мох. И дерево растет, сотворяется, как бы. Мох себе сбоку также сотворяется. Ну, сила роста дерева и качество роста дерева, и то микро, как растет мох, это совсем не соотносимо. Хотя, как бы, вот на сотворенном или сотворяемом что-то еще мелкое такое тоже творится. Ну, нет. Хорошо, а помните, что означает добавление буквицы «Исти» к «ЕРО»? Нет, я не знаю. Как? То, напомню, как истинное. Как, мы же читали, там же же идет «ЕРО», потом «ЕРО», и «ЕРО», и «ЕРО» это. Потом идет «ЕРЕ», потом «ЕРЕЙ». И там же же написано, что значит. Ну, значит, я прочитала. Хорошо, а мне интересно, какую пятую книгу вы причислили? «ЕРО». «ЕРО», «ЕРОЙ», «ЕРЕЙ», «ЕРЕЙ», «ЕРЕЙ». Четыре вроде. А сколько «ЕРЕЙ»? «ЕРЕЙ», «ЕРОЙ», «ЕРЕЙ», «ЕРЕЙ», «ЕРЕЙ». «ЕРЕЙ» это четыре. Есть еще на них похожее «АЕЕРН», но она совсем другого образного значения. «Можем не». Помните, как выглядит «АЕЕРН»? Как с такой рейтинкой. Так? Ну, то я ее, напевно, и причитывала сюда. Потому что она идет сразу после этого пола. А что вы помните про буквицу Едино? Ничего не помню. Ну, как это? Не помню. Ну, если я не учила... Ну, ты и знаешь, что нужно. Может я в следующий раз по Единоу буду уже делать все... А, как вы думаете, какая разница между буквицей Один и буквицей Едино? Один, кто означает имя Всевышнего, а едино, что-то такое единое. А что же есть? Вообще есть одна очень глубинная разница, очень глубинная, нужно вспомнить. Нужно вспомнить, чтобы вспомнить, было что-то. Но вы же читали, значит есть что-то вспомнить. Ну, есть, я читала, когда я читала, там очень много. А что вы помните про буквы ЦЮ, буквы ЦФРОД? Ну, вы вчера знаем криво, а я знаю ничего. Жах. Ну, я не знаю. А, что вы помните про буквы ЦУГАЙ? Привитание, позовернение. Все образные значения буквы ЦУГАЙ, какие есть в природе? Я знаю. Ну, я знаю, что это как знаки ТАНИ. А что еще? Лично ничего не знаю. Знаете? Точно знаю? Точно знаю. Конечно. Несомненно. Не сильно. Каждый украиноязычный человек знает. Может, я капличный, какие-то. Ну, хорошо. Приветствия. А приветствовали кого? Ну, когда Ревич бачил Ревича, то он посылает через Всевышнего витание. Ну, да-да-да-да. Это приветствовали друг друга. Кого еще приветствовали? Ну, Всевышнего в Рев. Богов приветствовали. А где Богов приветствовали? Ну, в любом месте мы будем, или на карпище. А-а-а, хорошо. Вот, на карпище. А что еще было? ГАЙ, Депро, БАЙЯ. Священный ГАЙ, священная роща с священными деревьями также входят в одно из образных значений буквы ЦГАЙ. У него нет Редана. А с чем, кей образ, может быть, провитания? Ну, провитания. То есть ГАА как идея движения и ЙЮ как трансцендент нахождение вне материальной обусловленности. То есть ГАЙ также может восприниматься как пожелание уйти в духовный мир или направиться истинным путем, в зависимости от того, как это написать. Класс. Ну да. Так она тоже в письменности есть. Просто чудо. Ага. Что Вы помните про буквицу СЕЛУ? СЕЛУ? Ага. Ну, ЦЕ, НАТО, ЧЕЛЬЧУЙ БААТО, ЗНАТЕЛЬНЫЙ. Хорошо. Я спрашу о разновидности какого из первых трех знаков присутствует на старинной кости мамонта, которая хранится в Киевском Палеонтологическом музее. МОБУЛЬ АР. Именно так. А какие буквицы не характерны греческому письму присутствуют на монете князя Митродата? Не характерны Митродата? Там написано его имя. Ну да. Но какие еще присутствуют знаки конкретно славянского письма, которые не являются такими, которые есть одновременно и в славянском и греческом, а которые есть только в славянском. Я помню, что вы все разбирали. Ну да. И что я все читала. И? И? На выходе ноль. Ага. Интересно так. Хорошо. Знак и оно. Какое его образное значение? У меня это свидетельство. А точнее? И что там? А точнее? Как усведомлю, куда и ты. А точнее? Ну точнейше я пока еще не могу сказать. Проекция свидетельства через угол. Проекция сознания во внимание. Ну, кажется, что мне не хватает. Нет. Ну, оно-то хватает, но видно все-таки как-то внимание разбросано. Это же сель. Поэтому его надо собрать. Разбросано. Самое... Ну, сейчас же, в принципе, вся цивилизация предназначена для того, чтобы развлечь и разбросать в разные стороны осколки сознания и восприятия людей. Так жалко. Ну, я помню, что мне еще в детстве было тяжело сконцентроваться так конкретно на чем-то. Боялись, наверное, четверти, что вы начнете писать стихи. Могу еще так. О которых они долго не будут. И я... Правда, я там училась непогано и концентровалась, но мне для этого надо прикладать усилия, когда пишет детство. Ну, усилия, конечно же, нужно прикладывать и нужно запоминать. И нужно выковиривать из памяти. Искать, где оно валяется. Искать какими-то схожими путями, допустим, вспоминая все, что с этим связано. Вылавливая, вытаскивая. Ну, вот именно, что мне нужно вылавливать и вытаскивать. Потому что я послухала из неба, потому что я это знаю и запоминала. Повернулась, прочлась. Хорошо. Вот это называется Евангелие, в котором приведены очень важные сведения относительно изначального значения одного текста. Следующего вчера мы... Ага. А я запоминала это. Давайте выковиривать из памяти. Что вы помните в связи с этой темой? Если вот так вот отрешиться от всего, что сейчас вы видите, всего, что сейчас слышится и подумать. Что вы помните в связи с тем Евангелие? Ведь где-то ж там такая расплывчатая база данных существует. Где-то там расплывчатые какие-то понятия есть, какие-то фразы, какие-то слова. Если внимательнее на них посмотреть. Что с тем Евангелие? Ну стоп, хорошо. Вот вы помните, что мы об этом вчера говорили? Я про это не так говорила. Хорошо. А мы об этом вчера говорили в начале разговора, в конце или в середине? В середине. В середине. А о чем мы говорили перед этим? А о чем мы говорили после этого? О чем вы думали во время этого? Про что я думала? Я могла вам не думать ни про что, так и слухать. Не может быть. Вот сейчас я слухаю вас и намагаюсь что-то сгадать. Не верю. Может быть в фоновом режиме, но просто чтобы не было никаких активных мыслей. Такого практически не бывает. Может в фоновом режиме есть какие-то мыслей? А что были, тогда или сейчас? Ну и сейчас и так. Хорошо. А если другим путем пойти? А на каком месте вы вчера сидели? На этом? Что вы держали в руках? В сумку. Нет, сумку я не держала. А что держала? Не по мне ничего не держала. А где держала сумку? На стуль. На стуль. А на что вы смотрели, когда мы говорили о том Евангелии? Ну, мне кажется, что есть в комнате. А если попытаться вспомнить? Не может быть. Хорошо. А что вам из вчерашнего обсуждения запомнилось лучше всего? Я помню, что меня спрашивали за природу. И что я не знала ничего про природу. За факт. За день. Я не знала. Просто что обычно, если человек помнит какие-то части, какого-то события, то можно, хватаясь за них, попытаться расковерять все остальное, что с этим связано. А что-то вы не поддаетесь. У меня есть какая-то, не знаю, какая-то кисть там, что внутреннего страха очищать. Так его нужно выкинуть. Зачем оно вам нужно? Я стараюсь. Мне по житую так было. Мне интересно этого страха какого-то таскать. Может даже травмы, нацепенения, ну что-то такое. Выкинуть надо эту штуку. Ну что, наверное, отпускают меня. А то вот я всякие штуки повыкидывал, а иногда они приходят и уже сразу за дверью стоят. У вас такие штуки на двух ногах, что ходят. А мы такие штуки, что есть. Ну все равно надо выкинуть. Хорошо. А что вы помните из молитв? Или вы их еще не читали? Ага. Я таки поделилась, то так поделилась и повседневно там. Мала слава на дальнюю родину, то что вы говорили. Хорошо. А с твой рик то дома вы читали же многократно? Многократно, но я ее не помню полностью. Вот так частково. А традиционное ослабление? Ну тоже, майже я помню. А что именно в этом помните? Початок. Ну, практически было. А является ли все для вас понятным, что там есть? Ну можно сказать, что майже так. Майже. Значит, что я не понимаю. Ну, слова там еще. Какие? Я имею на увазе, что когда я их читаю, там и славы, и все. То это мне все зрозумело. И то, что... Прошло вы понятны? Прошло вы понятны? Ну, практически мы еще все, когда так разобраться. Что напомниться про гиперборею? Про гиперборею? Ну вот такая на пивничном холюсе гиперборея. А было ли гиперборея? Ну, ротая. Ага. Что означает ротая? Та, что належит ра. Что означает гиперборея? Гиперборея, ну, це дуже, а болея це дуже пивнична. А так. А сколько островов было в гиперборею? Четырест, было пятий. Как назывались острова? Раян. Почему основа? Ведь они все четыре. И все четыре одинаковые. Как там? А то не надо залишиться. Ну да. То есть просто это самый долгоживущий остров. Раян. Какие еще есть? А их не задать. Я на голосе их запомню. Они же очень легко запоминаемые. Раян, Таян, Сваян и Таян. И Гра Мера. А Гра Мера на каком острове стояла? На посередине. Ну да. Ну, однако, как бы, она аж была обтесана. И так получилось, что можно сказать, что там по центру также был остров, на котором она находилась. И как этот остров назывался? Я забыла. Остров Вести. Остров Вести. Чем отличались города и поселения на гипербореи от городов и поселений нынешних? И в тих городах, можно было, население было было больше десяти тысяч. Ну, это так. Что еще? И расширение было не такое, как сейчас. Что еще? Что еще? Еще одно кардинальное отличие. Ну, гипербореи. Там население было мало или много? Ну, имеете на увазу, что там не можно. Ранее сейчас не было больше, чем десяти тысяч населения. А что вы имеете на увазу? Стоп. Население нельзя, чтобы больше десяти тысяч в одном городе. Но городов же этих, там не сказано, что нельзя, чтобы их было больше, чем десяти тысяч. Поэтому. Так что. Я не знаю, сколько там было городов. Да не важно, сколько было. Как вы думаете, население гипербореи было очень густонаселенная была гиперборея или слабо? Я не думаю, что было бы жить так. Почему? Можливо, на первых этапах. Ну, то есть там жило два человека таких. Ну, больше. Четыре. Четыре. Помноженное на... Я не знаю, сколько. Ну, а если исходить из того, что на равной гипербореи воевала с князем Тьмы, а у князя Тьмы целая планета. Ну, так, может, якесно? Что якесно? Войны князя Тьмы славян целыми армиями уничтожали. И даже в начале заката описано, что было такое, что целое поле было устелено трупами славян. И потом они даже поднимали землю, смешанную с кровью, и бросали тем на всякую технику. То есть только этого всего было. То много людей было. И... Густо населывало в Украине. А если она была густо населенная, то как же тогда существовало сельское хозяйство? На маленьких островах, полностью забитых людьми. А что там существовало, сельское господарство? А что же есть тогда? Я не знаю, но люди не разбирались. А части текста же есть об этом описание. Текст лучше читать. Ну да. Так у вас же есть текст про гиперболию. Как выглядит текст вообще предназначен для чтения. Там что, есть российское господарство? Ну прямо так нет, однако в принципе ключевые данные к этому есть. То есть получается, что поскольку население на гипербореях было превышающим самые густонаселенные точки нынешней цивилизации, и поскольку еще было куча разных производственных центров, культурных центров, центров по сохранению знаний и так далее и тому подобное, то все вот эти постройки, все, большинство городов кроме столиц четырех островов находились под землей. А поверхность островов это были поля, фермы и все такое. Я не знаю. Там где написано так? Есть указание. Есть. И в принципе по такой же схематике Аревычи делали некоторые поселения и в Уральских горах, и в Кавказских горах, Армянское Нагорье, Ближний Восток, Иранское Нагорье, Уристан, там части некоторых Ямалаев, Кардильеры, Анды. То есть у них было штучное осветление в прошлом веке. А даже есть данные, что египтологи там зарезали в один из древних склепов, смотрят там что-то светится. Как светится? Что светится? Непонятно. Ну светится. Ну у них не так было осветление. А хорошо, вы помните про багдадские батарейки? Нет. Ну так, что свет уже смотрят. Плохо. Надо читать. Ну да. Ну да. Багдадские батарейки. Это батарейки, которые вообще можно сделать чуть ли не вообще просто на пустом месте. Берется кувшин. Вовнутрь ставится медная трубка. По центру ставится свинцовый стержень. Туда наливается кислота. От медной трубки свинцового стержня идут провода и это дает ток. Куда идут провода? Куда надо. Ну как сейчас, от батарейки. Куда идут провода. Куда проведете, туда и идут. То есть вы видите, как аккумулятор? Да. Причем сейчас есть эксперименты, когда заливали лимонную кислоту. Но лимонная кислота, понятно, что это очень примитивно. Лимонную кислоту там даже выпить можно и не померить с этого. Я подозреваю, что там кислоту качественно используют такую. Ну зараз тоже и всякие кислоты. Конечно. И поэтому по таким данным, если это все соотнести, то получается, что и лампы можно было бы нынешние даже подключать к таким аккумуляторам. И шоу, ну из бытовой техники. Ну правда может стиральную машину, там холодильник не подтянуло бы. А так такие вот легкие приборы запросто. Ну я просто себе не являю, какое это было життя впредь землею. А вообще непогано. Они влаштувались. Просто у меня нет аналогов. Ну что, смотрите, сейчас, допустим, есть развалины этих городов. Там, ну вернее не гиперборейских городов, а аналогичных, которые делались как лампосты по всей земле. Ну или как переселение небольшое. И допустим, гора какая-то, землетрясение прошло, кусок горы отвалилось, и там оголились части проходов, части комнат и так далее. И все, идеально ровные стены, идеально ровные потолки, идеально все ровно, везде соблюдены прямые углы, соблюдены все пропорции, симметрии и так далее. Это находят сейчас по всей земле. Ближний Восток, Израиль, Ливан, Турция и так дальше. Такие поселения тут-то были кругом? Ну да. Ну огромное количество их было сосредоточено именно в Анатолии и Армянской Нагоре, Кавказ. Виходит, что земля была даже густонаселена, так? Ну не совсем. Была густонаселенная Ратая. А почему тут же в других местах таких, с какой методом? Ну потому что так уже удобно было. Если тысячелетия рыбачи жили на Гипербореи именно таким путем, если тысячелетия вся инфраструктура была под это подстроена, что сверху есть сады и поля, а снизу фабрики, жилища и все остальное, то зачем что-то выдумывать новое? Выдумывать новое начали, когда Гиперборея со своими технологиями перестала функционировать, переселились на Украину. Здесь уже немного таких штук делали. В Карпатах почти дырок не понаделывали и уже пытались строить как раз систему быта, как быть без технологий. То есть как хатки, мазанки, вот эти все делать там, или из дерева, или из камня, то есть по-другому уже. Но в принципе изобретение дома как такового, оно вообще, можно сказать, произошло в Турции. То есть там получается, что со временем просто к старинным подземным городам начали достраивать верхушку, верхние этажи. И самые древние города, которые там находят, у них вход в дом был через крышу. Ну потому что привыкли же уже что-то, и сначала через крышу делали. А потом постепенно решили, зачем это делать, будем уже как в храмы делать вход и все. Ну то есть, вы говорите, был вход через дах, то требовалось еще на дах выездить, чтобы туда зайти. Ну так они как, вот подземный город, подземный город разросся, технологий уже нет, чтобы дальше пробурить скалы во все окружающие стороны. А расти надо как тогда расти. Взять сверху, надстроить этажи и допустим между домами насыпать грунта. Из камня сложить стены домов, между домами насыпать грунт. А потом следующая ступень. А зачем между домами насыпать грунт? Потому что по грунту получается, вода течет через камни, затекает в дом, то есть разные такие вещи. Неудобства. Зачем это делать в самом усиле? Лишние проблемы. И тогда ставится лестница с одной стороны, ставится лестница с другой стороны. И получается такой вход. Да. А потом уже следующая ступень. А зачем нам мучиться? Ведь с древних времен в храмы был вход нормальный. Потому что храмы, они как правило не под землей, а как раз надземными. И тогда давайте уже дом делать таким путем. То выходит, что раньше люди не жили так, как мы на земле соблюдали на земле, а под землей практически все было. Ну на гипербореи почти все жили под землей как раз. А в меньших местах все? Ну негроиды, они жили везде, где только нужно жить. На деревьях, на пальмах, под пальмами, в пещерах, не в пещерах. Сложили две редки и вот выходом. Это ж не было врылых, еще невроиды, они практически как паразиты. Ну не то, чтобы паразиты. Они не паразиты, они просто вот пользовались тем, что им давала природа. В одной пещере. Ну в какой-то степени, хотя паразит он приносит вред все-таки. Паразит вот если там грязь человека жрет, постепенно человек от этого помрет. Ну или по крайней мере если не помрет, то его жизнь осложнится. А негроиды чего? Ну вот есть там бананы. Они сорвали, поели. Пальме от этого не особо-то и плохо. Просто что они сами вторую пальму не садили, а ждали пока она сама вырастет. А могли бы садиться. Ну это так и внутричнее устройство получается. Ну и социальное устройство. Чернобогу ихному прародителю это подходило в принципе. Хотя в Африке было несколько городов, где как раз собирались черные маги основные. И там они с Чернобогом советовались и решали, что им делать. А почему вы пишете, что Чернобогу это подходило? Ну как бы я не являюсь его пресс-секретарем. Он же прародитель Чернобожича. Ну то есть вы их так ими створили и... Ну по его соображениям так люди должны существовать. Ну правильно, вы же разрешите, то они ничего не должны были и творить. Ну и там черные маги только в некоторых городах собирались и обсуждают то, как допустим, как помучать, каких чертей, как использовать и так дальше. И сейчас там тоже такие? Помните, мы с Корославом разбирали три типа цивилизаций? И к какому из них принадлежат Чернобожичи? И как они называются? Как они называются? Мне не скажут, что я скажу, что я знаю. А если вспомнить? Ну не то что-то просто. Не может так оно из памяти... Ну не может, я знаю, что я знаю. Ну так как бы... Ай... Надо просто вытащить из памяти. Помните, мы будем из болота. Ну давайте, вот вы вспоминайте. Вот сидел Корослав, вот сидел я сидел, а вы мне говорили. А вы вспоминайте, как оно все происходило, что кто говорил? А вы знаете, вот через языки сейчас мне и изгадается. Просто так заразьянно. Это же вообще не интересно. Ну... Ждать три года, пока оно само себе там навезет. Ну три типа цивилизации. Чё три типа я знаю. Хорошо. Самое лучшее, как бы, не поможет ковыряние чего-то кармана. И на ковырянку попало. И так. Ну что-то. Можете. Куда-то никуда, наверное, пошла мысль. В сторону того, что вы не можете вспомнить, вместо того, что вспоминать. Или отмываются так? Ну вот, сидел Корослав. Корослав еще что-то там говорил. Мы с ним что-то там обсуждали. Он упоминал какую-то там книгу. Говорил, что то, как в той книге описано, то один и другой вид почти одинаковый. И то все пометают. Да не все. Ну не все, а лишь мысли. И? И нужно выходить. Опять не в ту сторону мысли пошли. В сторону того, что я пометаю, что я не пометаю. Мысли должны прийти в сторону того, что тогда происходило, как тогда происходило. И постепенно из всего-всего вытащить то, что нужно. А как книга называлась? Тоже не пометаю. Тоже не пометаю. А в чем было противоречие, которое высказывал Корослав? Не пометаю. Что хватает тогда? Так вот, получается, что есть третий тип цивилизации. Мантра, янтра и тантра. И тантра – это как раз низший примитивный тип цивилизации, когда живые существа активируют самые примитивные силы окружающей природы, своих тел, общаются со всякой нечистью, входят в сговоры с этой нечистью. Нечисть им служит, они этой нечисти служат. И все живут, сказал бы, дружно и счастливо, вот только нет. И такая цивилизация, которую предписал Чернобог для своих детей. А как вы думаете, в чем были особенности цивилизаций, которые были созданы Белобогом? Ну, там на творчество было все направо. Как называется народ, происходящий от Белобога? От Белобога? От его позднего воплощения. Ага. И? Как Белобог воплощался последний раз? Хоро. Ну да. И как зовут его потомков? Хоро. Ну да. И как зовут его потомков? Хоро. Ну да. Как последний раз забавление Кирилля, когда он воплощался? Не помню. Жаль. Какой народ происходит от Щека? Тоже не знаю. Знаете? Да не может быть. Знаете? Точно знаете. Все знают этот народ. Ну все знают. Ну правда не все знают, что он производит от Щека. Однако. Народ общеизвестный. И во времена Советского Союза с другим славянским народом этот народ входил в такое двойное государство. И этот народ называется. Хорошо. Какие славянские государства были двусоставными во времена Советского Союза? Тоже не знаю. Да как? Ну знаете. Ну не может быть. Ладно. Идем другим путем. Вот есть Советский Союз. В Европе на запад от Советского Союза находится что? Польша. Польша. А под Польшей находится что? Белоруссия. Как Белоруссия? Литва. Как Литва? Литва на той стороне находится. Ну да. Ага. Вот у нас есть карта. Есть карта. А там карта. Там и там карта тоже. Мы говорим эти карты. Да все равно. Итак, вот она Польша. А под Польшей что у нас? Что? Словачина. Ну да. А рядом что у нас? Чехия, Румуния. И какое там было двойное государство? Я не знаю. Чехословакия. Помните? Ну помнишь о Чехословакии? Ну вот двойное. Ну славянское. Ну государство. Ну это потомка из Чехии. Не все. Чехии. Ну да. А как называли тех князей, которые стали предками поляков? В честь одного называют всех поляков, а в честь другого назван один основной город. Лях. Лях. А второго? А второго. А это это? А какой один из основных городов Польши? Ну в них есть столица Варшавы. Ну да. Но на протяжении истории не только Варшава была столицей. Еще один город был столицей. А я не знаю, какой был. Какие всякие. Игданский, ищенский. Он не был столицей. Не был. Я не знаю, какой был еще столицей. Я знаю за Варшаву. А за Краков? Ага. А как его зовут во всесвятотворении? Так и зовут Крак? Нет. Как-то зовут. И ручка не поможет. Ну если поможет. В Словении там… Ну хорошо. А если, допустим, попытаться подумать, каким путем мы можем гипотетически определить, как зовут Кракова во всесвятотворении. Вот есть всесвятотворение, так же? Хорошо. И смотрите. Получается, Крак воплощался чьим братом? Киев. Ну да. Кого еще? Там Киев, Хора и Щек. Хорошо. И так же там кто еще воплощался в то же время? Не помню. 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 Ну Киев, Крак, Хора, Щек. Кто был их учителем по военному и княжескому делу? Ну думаю. От кого происходит народ Коситов? Янушки. Он сам. А чьим он был премьер-министром? Чего не знал. А кто был отцом Киев, Щека и Хариба? Не согласен. Что ж так правильно. Ну ладно, во все светотворения. Кто такой Янушки? Ну вы же сказали, что я проявил. Как? Я когда сказал? Во все светотворения кто? Во все светотворения я не... Ну смотрите, есть история и в контексте истории вот они воплотились, вот они делали, одни воевали, другие пророждали и так дальше. Есть все светотворения, ручка не поможет, только мысли помогут. И карта не поможет, а мысли они в голове находятся. И их там надо вылавливать. И вот, картина со светотворения. Какие у нас есть боги, которые являются основными богами со светотворения? Есть Ян, бог. Чей Ян может править? Как чинит? Бог чего он? Ну еще Ян со святом. Все, не нравится. Все, уже... Все. Где же ты приедешь? Не поможет он. Кто не хочет, что мне ничего не поможет. Хорошо. Кто является богом пространства? Какой космический пространство? Да какого-нибудь, всего. Ну, ну, космический пространство. В каких он связях с богом Янушем? Не знаю. Это что, такой самый бог? Да не такой самый, это он и есть. Ну, наверное, вообще тот же самый. Итак. Ну, А, это Ян? Ну да. Итак, а кто он Хорс? Кто такой Хорс? Да он бог проявленный. Хорошо. Итак. Получается, если крак принадлежит к этой группе богов, то кем он может быть? Главом. Чего? Ну, как? Ну, как данная концепция сформировалась? Ну, Хорс, знаю. Хорошо. Давайте, пожалуйста, в рядок запишите богов, которые есть в истории. Ну, допустим, кий, крак, в рядок лучше не стручиваем. Ага. Ага. Угу. Крак. Хорах. Хорах. Щек. Януш. Щек. Ляг. Вот. И теперь визначаем, кто из них. Итак. Это боги в истории. В истории чего? Земли. Земли? Когда? Вместе на вазе час? Ну да. Вопрос, когда задаётся в плане времени? Итак. Ну, что назвать полиции именно по... Я не знаю, как сказать. А хотя бы временной период, хотя бы в рамках чего это всё было? Чего боги просто ленью было сидеть там, не знаю, где надо, и они пришли по земле полазить. Или что? Ну, как так это всё получилось? И нарисованием элементов вопрос не улучшится. Что тогда происходило? Ну, песни про Киевича, про мужа Евса Тибой. Да. Итак, что стало предпосылкой к истории, которая описана в песне Киевича? Ну, на комментариях. Памятаете? Угу. Да. Ну. На комментариях. Да. Ну, если подумать. Не может быть. Нет. Нет. Не может быть это вопрос. Это... Не хотите, наверное, сказать. Наверное, какие-то глюки вам говорят, что вы сейчас ошибётесь или ещё что-то. Или ещё какие-то там на всём. Ну, просто нема никакой думав. Не может быть. Ну, нема. Мы их на чистой малости. Ох. А как чей сын известен Хорс? Глобова. Он отцертил мне глобов. Хорс. Ну, не помню. Ну, как так? Ну, не помню. Ну, не помню. Ну, что, я думаю, сейчас. Вспомнить. Я, может быть, никогда никогда не пыталась страдать. А если постараться другим путём, когда это всё могло быть? Когда были какие-то такие глобальные события? Ну, временные рамки. Ну, давайте подумаем так. Тысячу лет назад это могло быть? Нет. А когда это могло быть? Ранее. Когда? Тысячу лет назад была христианизация. Вот. То есть не могло быть. Дальше. Когда это могло быть? Ну, перед тем, как мы засновали Киев, перед тем, как она будет заснована Киев. Когда основали Киев? Я всё тоже не помню. Хорошо. Двадцать миллиардов лет это могло быть? Ну, случайно не. А когда? Ну, тысячу лет назад. Какие ещё? Ну, сколько? Сколько? Не знаю. Сколько? А две тысячи лет назад это могло быть? По-моему, вроде сейчас. Три. Нигде я не помню. Нет, вы не хотите думать. Это можно гипотетически всё-таки всё выловить из осколков данных, которые у вас есть. Какие были глобальные вообще исторические события? Ну, скажу. Ну, как не скажете? Ну, а исход из Гипербореи это глобальное историческое событие? Ну, так. А начало заката это глобальное историческое событие? Нет. Ну, вы же это знаете. Знаю. Ну, так почему же вы не знаете? Ну, почему я не могу сейчас связать могу с чем-то. Ну, так надо связывать. И вас какие-то демоны отвлекают, чтобы вы в руках перебирали, чтобы там ещё что-то. То есть мысли отвлекают. Надо мысли собрать на историю. Надо из памяти поглавливать всё, что вы помните вообще. Даже из каких-то связанных тем, осколки чего-то, кого-то, когда-то. Истории каких-то богов. И постараться выбрать то, что максимально может сюда подойти. Ну, я не умею это делать. Ну, как? Ну, это надо. Я знаю, потому что у меня там есть человек и дочка. У них есть такие особенности. Они выложивают всё вокруг. А я это не умею делать. Не надо. Ну, тут надо учиться, что делать. Ну, а манкара без этого вообще невозможно, если не выискивать дополнительные какие-то понимания, не направляться, не осмыслиться и всё. И для манкара, и для других целей это необходимо. Я не знаю. Я не понимаю. Ну, то есть, смотрите. Вы же знаете, что была история начала заката. Так же? Это историческое событие. Ну, историческое событие так. Исход с гибербореей историческое событие. Какое ещё есть историческое событие важное? Не написано. Война, скажем. Война кого с кем? Промысл с князьми. А начало заката это не война промыслов с князьми? Ну, так. Ну, да. А что ещё есть? Вот одна у нас есть точка. Это война промыслов с князьми. Это начало заката. Это у нас было когда? Сколько лет назад? Что ещё у нас есть? Второе историческое событие. Это же дата. Второе историческое событие. Крупное. На нём говорили. Пару минут назад. Да. Не может быть. А можете перерассказать, что происходит на данный момент в мозгу? Да расскажу. Выходит нибудь, где есть закрытие, где есть подгороджение. Зачем? Знаешь, что не зачем? Ну, кто это подгороджение делает? Я? Зачем? Я не знаю, что это я. Ну, откуда оно тогда происходит? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Зачем? Я не знаю. Чем больше я хочу подумать. Я не знаю. 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 много знаний, информации, я смотрю, а когда начинаю думать, то у меня такое выражение, что там, по крайней мере, на поверхности, но пусто. Не может быть, хорошо, а какие-то связанные воспоминания, ведь вы же помните, допустим, как мы с Караславом разбирали? Нет, я помню, и когда человек снова начнет, напоминает мне начать, скажем, того, что разбирали, я сразу... Хорошо, а когда мы с ним разбирали мантры, вот я ему дал мантры, а он сказал, что он думал, что я ему дам кое-что другое, что именно он думал, что я ему дам? По каждой мастерине, по-моему, я хочу, что я ему дам боги, как... Чи вы имеете на увазе мантры по... Вот по чертам, когда мы говорили, мы продиктовали, все, он уже готов был уходить, и он сказал, что он думал, ожидал кое-что другое, что именно он ожидал. Ну еще хотел по кольору, по музыкальным данным еще... А помните, как он это сказал? Нет. Он сказал, что он думал, что будут звуки, которые описаны в брошюре, там же в брошюре о чакрах описаны краткие звуки, которые гармонизируют чакру ту или иную. А я ему вместо тех звуков мантры отдельно предоставлю. А хорошо. А как я ему объяснил, почему я ему даю не те звуки, а именно эти мантры? Я тоже не помню. Чья она слухла? Ну вы же здесь присутствовали, я скажу. Ну присутствия была. А что? Ну что вы легла свиток? Зачем? Я вот сейчас вижу, что какая-то часть вашего подсознания опять не дает вас сосредоточиться. Эта часть подсознания задействует разные части тела, задействует внимание куда не надо, то перебиранием там одного, то другого, то еще что-то. То есть давайте может вы сосредоточитесь все-таки. А? Ну я вам говорила, что мне тяжело сосредоточиться, мне надо учиться. Ну надо. Так я понимаю, что нужно, потому что без этого ничего не можно. Так нет, не надо понимать, что надо, надо делать, что надо. А для этого надо откинуть вот эти лишние какие-то элементы и постараться все-таки это осуществить, сосредоточиться. Допустим, вот для начала не на Всевышнем будем сосредоточиться, которого вы заживо как бы не видели и не общались, а сосредоточиться хотя бы на том, что мы говорили с Корославом тогда. Это было недавно, это вспомнить намного легче, чем допустим из неинтересной памяти вытащить данные о Всевышнем общении с ним. Ну дальше я пометаю, уже не поможет. А если постараться на основе того реконструировать все остальные? Мне кажется, что я просто не знаю, как это делать. А мне кажется, что это черти вам огняные пытаются не дать это делать? Или еще что-то в таком духе? Может там не есть, а какие-то другие элементы. Да не важно какие. Однако все-таки вот мы общались с Корославом, разбирали чакры. Было дело. Чем это закончилось? Ну тем, что мы записали мантру. Записали. И все. И настал конец света. Мы еще читали. Читали. А после того, что читали, что происходило? А все мы ее читали или не все? Все мы вместе читали мантру? Мы в двух читали. Ага. А после того, как вы в двух читали, перебивал ли я или не перебивал вообще? Перебивал. А что я говорил? Где неправильный был звук. А сколько раз повторили? Два раза. А после того, как второй раз повторили, что происходило? Опять просто внимание расфокусировалось. Вот завершили повторять мантры. Ну мы можем закончили ходить? Просто закончили. Занятия? Не закончили. Ну мы же. Никак не. Мы закончили повторять мантры. И дальше с Карославом мы обсуждали, почему именно такие мантры. Какое его еще было непонятное вопрошение относительно мантр? Я сказал, что не обязательно так, а вообще можно по-другому. И какой был его вопрос относительно других последователей традиций? Не помню. Ну как так? Ну так. Ладно. О каком писателе мы говорили после этого? Или вы не о каком писателе мы говорили? Нет. А о беременном Шекспире говорили? Говорили. И о каком его труде мы говорили? Говорили. И о чем именно говорили? Ну вы еще меня запитали. Я сказала, что там в основе есть умство. Карослав ушел до этого или после? А после того, как он ушел, что мы разбираем? Не помню. А правда это? Угу. Да. Угу. Да. Даже за мной замучилась. Да нет. Все хорошо. Я сама с собой мучилась весь час. Да не надо мучиться ни с кем, надо вспомнить. Да и вот. Я говорю, что нужно задать океану. Ну не можешь ее задать. Надо. Мне нужно какие-то механизмы запускать. Таких. Просто вот такое впечатление, как знаете, если там человек стоит над мостом и его когда привязывают, ну чтобы не с головой с моста слететь, ну некоторым это для, так сказать, щекотки острых ощущений. Угу. Угу. И вот иногда человек уже как бы и хочет вспомнить и стоит и говорит, да не могу, да не могу. На самом деле нет, не могу, просто может взять и сделать. Или еще человек, когда что-то новое, какое-то новое блюдо, когда впервые пробует или новый фрукт или еще что-то. так вот тоже с опаской. И вот сейчас такое впечатление, что вот так же самое и вы. Ты такая, да не могу, не могу. На самом деле можете. Я повинал, правильно сказать. И такое впечатление, что вы сама даже себе ставите программу, что вы не можете. Я такая, я спрашиваю. А вы такая, да не, я не могу, я это не знаю все. И мозг, да не знаю, согласен, точно не знаю. И еще какие-то штуки у вас пытаются раз это самое внимание расфокусировать. Ну, одно слово, это у меня давно я это за собой спостерегаю. Просто я не знала, я это не знаю. Так вот, когда, 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 когда мы здесь остались после того, как Варуслав ушел, мы разбирали. Ну, мы раз, но меньше разов. А еще мы разбирали, я... Хорошо, а когда мы разбирали мантры, когда камера стояла где? Камера? Угу. Она выпустила. А потом? Нет, она все стояла, камера есть. Когда? Когда мантры разбирали? Да, пока лучше. Когда мантры разбирали, она стояла здесь. Ну, почти чуть. Ну, такую, как я спечатку спасал. А потом, когда Кажеслав ушел, камера стояла здесь. Потемнело ли тогда уже или не потемнело, когда он шел? Да, ему было нестыть нож и пешок. Запизнаю себя на маршрутку. И мы разбирали. Хорошо, какие у вас самые запомнившиеся мысли за то время остались? Просто кошмар. Ты думал, что я не могла кусать? Ну, напрямую. Ну, мне запомнилась то, как было про Словение. Нет. После этого все. Словение прошло. Караслав ушел. Камера стояла. Не помню. Не помню. Не помню. Хорошо. А как вы ходили домой помните? Угу. О чем вы думаете? Я думала про то, что мне нужно получить. Ну, не так конкретно, а просто, что мне нужно купить там для чего-то. И вы же об этом думали, когда мы здесь сидели? Здесь еще что-то разбирали. Ну, иногда дома. Нашмар. Ну, не так часто. Аааа. Я, нет. Практично приеду я. Практично иду домой. Может, один раз подумала, что я. В принципе. Читовали. Итак. Караслав ушел. И мы обсуждали. Я не могу. Может. 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 Может, или чему-то не будет. Хорошо. Как он уходил? Забрался. Пошел. Ааа. Дверь была открыта, или я она открывала? Открывала ему дверь. Как он с вами попрощался? Вы ее заставили вернуться в меня попрощаться. Да. Потом. Я закрыл за ним дверь или нет? Да. Ааа. Куда я вернулся? На своем месте. Я сразу сел. Или я что-то еще сделал? Переставил камеру. Переставил. Хорошо. Что еще? А крошеные выбрали. А свеча была уже потушена или еще горела? А свеча потушила колы. 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 Мы прочитали молитву. Хорошо. А что еще у нас было на столе? А что еще было? Телефон был. Что еще? Мусорные дни у нас еще еще. Что еще? А что еще лежало. Что? А с этой стороны что лежало? А что еще? А что еще? Что еще? Кстати, лежала ли газета? Ну журнала точно лежала. Ты что я передаст? Ну да. И еще они дозволили на них поделиться сразу. Так вот лежал журнал и что еще лежало? Я не помню. А ламинированное изображение полностью. Это все лежало в одной кучке. Два журнала. Не в одной кучке. Мы эту кучку разбирали. Это потом мы разбирали. А когда Караслав ушел? Все. Згадала, что мы разбирали. Сказали нас убирать. Ну вот видите, вы же могли бы вспоминать, а что было на столе? А что было так? А что было на столе? А вы же меня спонукаете и я тогда... А сама я что-то... И ипотетически вы могли бы дойти до этого все равно. Даже если прямиком не получается. Ну я просто... И позднее. У вас же... Ведь вы принесли изображение домой. Вы сказали, что вы их там рассматривали. Что вы поставили там уже куда-то и так дальше. То есть вы не могли их забыть. Так же ж? Ну выходит, мне бы какая-то шерма. Ну так надо эту шерму всяким обошкировать. Вы знаете, по жизни в меня... Ну еще видно, без характера залажить. Что... Мне... Ну хоть так не беззом, Ни хтось має меня спонукати до яких дей. Зачем? Ну... Ну человек был такой, что я... Зачем? Не интересно. Ну так было, в другом мое. Не было. Было так. И, может быть, еще и тому так. А в бедах написано, что нужно отрешиться от всех привычек, от всех алгоритмов поведения. И действовать исходя из осознанности в каждой отдельной ситуации, не обуславливаясь. Что я только не так давно начала что-то делать в этом плане. И то, видите, я хочу трошки задумываться. То воно так... И засереджено все. Мне всегда легче было делать что-то физическое, чем... Так вот, идет то, как раз, что в ведах предписано, что нужно выкинуть. Вы опять начинаете думать, да, легче физически, да, это самое. Из-за того, чтобы как раз сосредоточиться на том, что нужно сосредоточиться. Сосредоточиться на памяти, на процессе того, почему, что за ширма, откуда она берется. То есть, интересно же, это вообще может быть что угодно, по сути дела. Может быть, какое-то событие, там, хоть со школы, хоть еще с дошкольного возраста, которое дало вам формирование этой ширмы. Или, может, от того же мужа, я не знаю от чего, но что-то такое есть. Или постепенно вы решили просто данную область аттрапировать, что все равно, типа, не помню так и не буду стараться запомнить. Но что-то такое должно быть, потому что так оно просто не может быть. Вы полностью забыли все, что было. Это даже для всех остальных это такое единственное, наверное, случившееся. Почему ДТС забывает половину, понятно. Потому что у него болезнь нософеминизма с припадками чудинизма. А почему у него такая болезнь? Еще начитался ли? Ну, просто схожая болезнь. Поиск рун Макоши в складках кожи галактического енота. Ну, вы знаете, я… Это мы определили. В фоновом режиме у него это есть, этим все хорошо. Он обещал, что будет бороться, так что нормально. А у вас какая штука? Ну, то я, правильно, со мной еще молодой. Это раз. Ему будет легче. Наверное, исправлять свои ошибки. Да не важно, что ему. Какая у вас штука? А у меня штука… Ну, я вот вспоминаю себя, значит, с детства, то у меня эта штука, она, может быть, не так ярко выражена была уже. Ну, смотрите, сейчас я просто уверен, что проблема психологическая. Не в склерозе каком-то. Потому что вы же не говорите «Да нет, я не помню, не было такого». Вы говорите «Да, да, ну было». После того, как я уже сказал, что было. Ну, склеротическое, значит. Так нет, это как раз психологическое. Психологическое. Потому что, если бы это вы просто забыли, вы бы сказали «Не, я не помню такого вообще». Я бы назвал бы вам, полностью пересказал, а вы бы сказали «Ну, не помню, что же делать». А также вы вспоминаете. Значит, вы помните. Просто то ли сама себе стесняетесь признаться, что помните, то ли что. Вот что, пока я не понимаю. Я и даже с детства, помню, очень мало всяких событий там. И окринь такие случаи. Вот. И в дальнейшем жизни. Хорошо. А что вы помните про праздничество Купавла 2011 года? Помните, что там было много людей. Были запрошены. А как оно закончилось? Великой взрывы. Дуже великой взрывы. Загрузила. Там машина, я помню, там вытягивала. То есть вы залишились, а мы поехали по болоту. Было дело. Хорошо. А в каких двух праздницах Рабинович принимал достаточно активное участие? Было дело. Было дело. Что было? На Финнице помнится. А еще какое? А другого? Или да. А, так. Было свято я очень хорошо помню. У меня было видео, и оно сникло с телефона. А что вы помните про буквицу «Ант»? Помню. Помню. «Ант» — это небесное, а «Ант» — это твердо. И «Ант» — небесное, а «Ант» — это твердо. И «Ант» — небесное, а «Ант» — твердо вместе дает? Правильно сказать? Твердо дает? Какое твердо? Направление полного развития. Не надо вот на общие фразы это съезжать. Вы все правильно сказали, что «Ант» — это небесное, а «Ант» — это твердо. А если «Ант» — это небеса, а «Ант» — это твердо, то «Ант» — это небесное твердо. «Ант» — это небесное твердо. Ну да. Или «Сила небес, которая борется со всякой нечистью». И как это отображено в биографии князей, которые имели такое имя? Ну, вы не воевали, значит… А с кем воевал последний князь «Ант»? Нету каши, есть только князь «Ант». Не помню. Помню. А как звали отца Александра Македонского? Я козла. Вот видите, вы же сейчас с авианами были у меня тут. Самое страшное как раз общение — это или с Чупакаброй, или с тем, что мозги бросит. Ну, так… А тут появление… Они так «ключат» по полной программе. У меня тоже стреляют почти такие. Ну, вы не «ключите» в это что-то другое, еще определим, что это такое. Вот они «ключат» осознанное, причем злопозненное. Я свято… Так, не-не-не, только князь «Ант». Только князь «Ант». А потом еще есть кто-то, кто случайно родил Александра Македонского. И это вы кого-то звали? Как? Не помню. Я хотела сгадать, что… Потому что я долго помню, что означает имя «Александр». И забыла. А с каких частин имя Александр складается? Там что-то против людей, что с таким не стоит. А давайте разрежем напополам это имя и посмотрим, что у нас состоит. «Александр». Итак, из каких состоит частей? «Александр». Почему «Ал»? Почему «Ал»? Я знаю, что у нас состоит из двух частин. Хорошо. Из какого народа это имя происходит? Из грецкого. А в греческом языке какие есть слова? Как по-гречески «человек»? «Александр». «Александр». Чего? «Александр». Ну я помню, что там что-то «против людэми». А с чего? Не «против людэми», а слово «Александр» в переводе с его состава означает «ненормальный человек». «Андр» по-гречески «человек» и «Алекс» ненормальный, нетипичный. Против человека это само слово «Андр» греческое, которое происходит от корня «Антар». «Антар»? Да. «Андр» виходит, что это «людина»? Ну по-гречески да. Просто «людина», а это закинчено. В общем, таким путем, что вам известно про князя «Скилл»? «Скилл», «Сколомент»? Ааа, кто такой «Сколомент»? Ага. Ага. А я таки погодаю. Ну это славянский князь. Где князя? Ох, боже мой. В Скифии. В Сколомент. В Скифии. В Сколомент. Нет, там был князь «Скилл», «Сколомент». В Скифии. Ааа, кто был его внуком? Я уже забыла. Мы недавно говорили про это. Ты помнишь, что мы недавно говорили? Ты не знаешь, что делать. Ааа? Я уже думала, что я буду просто зазурювать, а оно все равно не зазуряется. Не поможет. Не помогает. Потому что надо осмыслиться. Надо концентрироваться на этом. Иначе никак. Иначе медитация. То есть самое важное, самое нужное, без этого тоже невозможно. Ну, то я же говорила, что у меня с этим проблемом. Что я... Ну, так это же нужно. Ну, а как заботиться, чтобы он был внуком? Ну, надо стараться. Выкидывать вот эту шерму, или как ее там называть, которая там вылазит. Определить, как она заводится. Определить механизм. Вот нету-нету, и раз, и есть. Значит, на стыке нету-нету и есть. Надо определить, какие предпосылки к есть. Она же не все время эта шерма, так же же. Угу. Идет уже так. Значит, на моменте ее возникновения ее нужно выловить и понять, как она заводится. Как же ее выловить? Ну как, ну просто. Ну вот ее нету. А вот она есть. И вы вспоминаете, что было между нету и есть. И в следующих аналогических ситуациях вы посмотрите, как идет процесс и пытаетесь понять, что этот процесс запускает. Ну вот бывает такой стан, что я так начинаю сгадывать. Сгадала, потом разы чувствую, что там нибудь, ну не то, что пустота. Не могу сказать, что пустота. Вот какое-то значение я сгадала, а потом переворотка там, или что-нибудь. И я дальше, я могу пробовать. Так ее выделить можно. Я же говорю. Вот ее нет, вот она есть. Я не знаю, там царанда. Ну, этих самых. К примеру, какие-то заболевания, какие там вы лечите у котов. Ну, лишаи примерно. Вы же определяете, откуда эти лешаи заводятся в котов? Или вы просто можете? Ну, я пропускаю, скажем. Как до меня пришла с той хоробой, а другим назад. Хорошо. А ведь если вы понимаете, откуда эти лешаи берутся, то можно же постараться пресечь источник лешаи? Ну, к примеру. Как я могу той источник пресечь? Ладно, но источник перегородки пресечь необходимо. Ну, вот между тем, когда ее нету, и тем, когда она уже есть, надо определить, что между этим происходит. Не может быть. Ну, не бывает так в мозгу, а особенно еще дальше в уме и разуме, и во всех каналах между этим. Там такая куча разных процессов. Информация с одного места идет в другое место. Там просто процессы в море. И нужно выловить, какой из этих процессов дает сбой. Я же ее выловил. Ну, во-первых, мы, по крайней мере, понять, как эти процессы происходят. Так вы сейчас второе подумаете, как вам это там проходит? Ну, для начала, пока мы не выловим эту заразу, не прийдем ее. Ну да, надо, конечно же, подумать. Ну что, вы никогда не анализировали, как информация попадает в поле восприятия? Как она дальше перерабатывается? Как идет на сохранение? Как какие-то выводы идут в дальнейшие какие-то? Ну, так конкретно нет. Ну, так надо. Так в рядах предписано. Ну, так я в рядах не так давно начала. Только снова из меня. Так все равно, как бы, можно постараться. Такой группой деятельности у меня было, что... Ну, хотя это зависит от стана, может быть, людей. Потому что есть люди, которые не знают... Ну, вот информация попадает в мозг. И все. И что все? Попало в мозг, и все. А что дальше? Что дальше? Куча всего дальше. Ну, оно ободряется, оно раскладывается, там... Чи группируется по... 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 Вы говорили, нужно все осмыслить, понять, как это у вас происходит. Где какие сборы есть? Там, может быть, есть певный отдел, что, куда там он и где, или... Ну, бывает, допустим, так, что вот... Человек... Видит информация, идет, а вдруг человек увидел какой-то предмет, который у него там ассоциировался с насилием в детстве, допустим. И аспект того, что его кто-то бил, может дать возможность или забыть все, что связано с этим предметом, или, наоборот, запомнить сильнее, в зависимости от того, ну, как человек относится к той изначальной ситуации. И в сознании, в разуме, в уме там очень много таких всяких, можно сказать, монстров, которые вот... Один — это если человека там кто-то бил, и для этого, для человека стало это чем-то важным. И этот монстр там, возле памяти, стоит и такой думает, ну, вот это я сейчас сажу, а другой там еще какой-то. Ну, образно, это, конечно, не отдельные монстры, это просто наши мысли, наши глюки. Информация раскладывается, информация, во-первых, идет на основное сохранение, идут выжимки разнообразные из этой информации, идут, как бы, выводы этой информации в контекст других размышлений. И эти другие размышления могут дать какие-то уже свои следующие плоды, и эти плоды могут присоединиться к той изначальной информации, которая была получена. И потом уже там, как бы, несколько копий этой информации, и дальнейшее развитие, и дальнейшее получение новой информации. То есть это постоянный, там, куча процессов. Ну, то это же, там еще треба поцикавитись, и знать, что там, куда, где, как. Это вы можете поинтересоваться в любую секунду, когда вы просто начнете осмыслить, как оно у вас происходит. И что я пойму, как оно, куда... Конечно, ну вот вы видите тот или иной предмет. И проанализируйте, как эта картинка дальше обрабатывается сознанием, мозгом, умом, разом. Ну, и посмотрела на картинку. Ну, вы же не просто посмотрели и... Ну, оценила, что там, где, как, что там зображено, что, скажем, какие кольоры, какие там, что, что мне там подобаются, что не подобаются на этой картинке, что я сприймаю там, что мне не хотелось, чтобы там было. И дальше. Не просто дальше что. То есть, и ведь если вы видите, что что-то на этой картинке, то, что там не должно, в принципе, быть. У вас же какие-то... Это дает дополнительные, допустим, идеи, другим каким-то мыслям, так же ж? Ну, да. Ну вот. Ну вот. Раздобылась на картинку и ничего информации. Как происходит процесс рассматривания? Вы же задумывались? Нет. Ну вот, глаза сосканировали объект тот или иной. Объект сразу, разные программы мозга начали сравнивать с тем, что уже до этого было занесено в память. И вы понимаете, что вот этот цвет такой цвет, а этот цвет такой цвет. Угу. Потому что у вас есть уже запись, что вот эти цвета, это вот эти цвета, так же ж? Угу. Да, вот эти мозговости. Не просто зрение. Зрение в отношении с умом и мозгом и разумом, и памятью. Не, я так не задумываюсь. Ну, видите, поскольку у вас там какая-то вот эта простыня непонятного происхождения, то как бы и сами боги, наверное, за то, чтобы задумались и определили, откуда простыня берется и выкинули ее. Я тоже. Ну, кроме вас ее никто не выкинет. Я разрустаю. Поэтому нужно провести глубинный, как сейчас сказали вы, психоанализ, чтобы понять, что оно там происходит. Я знаю, что мне, ну, что мне будет тяжело. Вот. Уже вся качество цена повылазила и говорит. Тяжело будет, поэтому не берись за это. Не берись. Все равно не получится. Тяжело будет. Не берись. Прямо не беру они какие-то. Не берись и все. И с чем оно там на существо может справиться. Так это же прямо демоны какие-то вам такую подсказывают. Ну, зачем их слушать. И я вообще так за какие-то правила боюсь браться, потому что я думаю, что я не справлюсь. Это не так. Надо. Я понимаю, что вы мне говорили, что нужно говорить. Мне так сказали, что надо. Ну, я же много чего меняю в поведенции свои отношения. А определить, откуда он берется. Это будет нужно и просто необходимо для изучения. И это возможно. Почему они так седаты и проделят очаяк. Ну, я не знаю, как вам удобно. Ведь видите, сейчас, когда мы пытались что-то разобраться, ваше тело начинало всячески беспокоиться. Рука то трогала четкий карман, то цитрат, то там еще что-то. То есть. То, когда я должна ничем не двигаться. И взгляд постоянно там тоже что-то еще. Не обязательно, как бы можно вообще на все смотреть и не обращать на это внимания. А тут получается, что внимание как раз прыгает с ветки на ветку, так сказать. Если рука не задействована, то очи. Если не очи, то ноги, то там все что-то. Она должна собрать. И оно должно быть не во внешней среде по отношению к телу, а наоборот во внутренней среде по отношению к телу. То есть в мозгу, в уме и разуме. И в памяти. И определять, где там сборы. Такое не делала. Не занималась. Ну, так как бы какая разница. Было, не было, надо. В ветках сказано, что надо. Потому что это надо для медитации, это надо для самосовершенствования, самоосознания и саморазвития. Так же ж? Ну, понимаете, что нет? Я разумею, что я сама. Если понимаете, что надо, то значит надо. Значит так. Помните? Помню. Что это? Это такая штука, такая штука типа ворота. А это? АТО. Это не АТО. Это не АТО. АТО на востоке Украины. Там изображение, которое вы пересняли в разных полярах. Там РАО. И держит по двой стороне у него черный бок и белый бок. Это хорошо. А стрелки, что здесь делают? Вот эти красные. Что они от него хотят? Что они отсюда вы хотят? Ага. Это проявления Рады, как живые меры. А внизу Матер Слава. Само так. Прекрасно. Это я помню. То есть, хоть видите, совершенно разная композиция, но основная символическая идея та же самая. Сверху РА, Солнце-Бог. Здесь Солнце в виде круга, здесь Солнце в виде львина и грива. Ага. Дальше. Знаки три единства здесь у него на гриве есть. Здесь, как удерживающий Белобога и Чернобога, плюс внизу некий растительный тризуб также есть. Дальше. С этой стороны так вот извиваются вверх крылатые птицеобразные женские фигуры. А здесь, на спинке, как бы в виде такого сложно заплетённого орнамента, те же самые крылатые женские фигуры. Так я уже понял, в чем бы я спочатку не изразумела. И так же само Матерь Слава, так же само у неё крылья и так же само такие же у неё нохи, завивающиеся вверх. А можно было шепляться? Я стараюсь. Я стараюсь. Я стараюсь. Я стараюсь. Кто на селе есть? Бог Кроду. Что у него в руках? Корзина? Ну да. Зачем? Ну это был богатство? Нет. Не духовно у вас, да? Ну тогда я не знала, что это. Кроду сын кого? Я хотела задать сразу. Имя? Кроду сын. Кроду сын. Ну скажи. Шук Жрахман. Ага. Так было не совершенно. И его как-то боги испытывали. И в признании его величия Перун подарил ему колесо жизни. Стрибух подарил ему дары со всей вселенной. И знак победы над рыбой велесом. Это корона у него подарок изображена. Кто здесь изображен? Ну сверху б так мало людей. Певно. Так, да. Певно, что то. Моя буты. Кто? Всевышний. Чтоб так мало людей. А кто у него на щети? Кроватый. Бык. Как его зовут? Он у велес живет. Почему? Что? В велес? Откуда? В велесе символ у него тоже был в голову. Ну не ховайтесь. Так далеко. Жалко стол просто разбивать своей головой. Голову жалко. Да ладно. Так вот. Ну откуда голова велеса на щети? Не голова велеса. Голова БК. А не БК. Да. А кто? Чернобыл. И кто ему его отсел? Радхат. Именно так. Как его называли индусы? Радхат. Ага. Паршурама, то есть Рама с топором. А кто здесь изображен? Ну, Ликурона стоит. Не знаю. Ну, изображение очень некачественное. Некачественное не в плане передачи, а в плане изначально. Сам художник такое впечатление, что был под наркозом или только что вышедший из корчму. Поэтому он допростит меня вселышний, что я это воспроизвожу, и да не сильно обрабатывает его псоглав, но это изображение прави. А тут знаки подтверждают западнославянскую иконографию. Прави изображался с копьем, изображался со щитом, на котором находились обозначения четырех сварка четверти и девяти планет. Вот эти корочки. Ага. И также священная корона. Но они какие-то тут находятся. А по обе стороны от короны присутствовали крылья. Здесь уже непонятно, то ли это крылья, то ли это уши. Такие уши. Потому что такое впечатление, что художник с уховатым все-таки сдружился. Или с уховатым, или с зеленым змеем, или с кем-то таким. Ну оно не похоже на крылья. Вот только вы знаете, потому что сперта я… А кто здесь изображен? Всякий пруцидный наград на гроздь. Одни, так. Другие яблоко. Это же не может быть рад. Вообще, да. Но, опять же, художник чуть-чуть наехавший. Так как художник всех их изобразил очень некачественно. Смотрите, он всем изобразил животного першика. Ну так. И ради еще простительной можно было бы сослаться на беременность, если бы это входило в данную иконографическую концепцию. Но в той иконографической концепции, где она с длинными распущенными волосами и с, соответственно, плодами, то у нее беременности не предусматривается. В то же время здесь же в отеле художник сделал. Да. То есть художник Попенека конкретно. А что тут написано вверху? А. Рома? Да. Родогас Сива. Сива. Ну, имя одной из имен Родогас. Это изображение из саксонской хроники. И в саксонской хронике также присутствуют изображения, которые у нас есть в Славлине. Какая здесь фраза из Славлине напрашивается? Не знаю. Мне пришла на одну фразу на слово Родогас, та гас, та гас, та гас, та гас, та гас. Нет. А еще? Ты упор и вершина, и наступки всех цих, вершина. И хоть же славой Тебе, кожная Твоя детальна. Хотя это уже все наполнено более поздней идеей, что это типа там короли, там типа уже все свое, вот их флаги. Но, во-первых, еще и флаги с ведической символией. А этот флаг с черным? Это один из западнославянских родов. Потомки Ириман Савлара как-то поймали главного темного Олега и отрубали ему крылья. То есть это его крыль? Да. Он притаскался как-то на землю, и его поймали. А не оно не мало? Нет. У Иримана Савлара был специальный меч, и он передал его своим потомкам. И когда темного Олега обработали этим мечом, у него уже ничего не вырасти не могло. Ну я скажу. А вот эти изображения, это не звідки? Саксонская кровь. Саксонская кровь. Ну видите, здесь уже намного качественной прорисовки по отношению к тому. Кроме того, здесь это часть картины, на которой изображено как… Ну вообще я считаю, что эту картину несколько раз перерисовывали, потому что там видно, что если ее увеличивать, видно, что она длинная такая, и видно, что одну рисовали поверх другого. Изначально картина изображала поклонение крови, а позднее христиане это переделывали как типа ломание статуи крови. И здесь уже видим, один молотком замахивается, другие канатами тянут. И это мало того, что показывает, что сама статуя в такой размер стояла. Во-первых, это еще картина, тоже интересный документ, подтверждающий, как христиане искажали. Взяли картину с почитанием Крода, чуть-чуть подорисовывали атрибуты, позатирали и сделали, что это картина с уничтожением статуи Крода. Там, если это как раз все увеличивает, то видно, что исказили. Такая гармоная статуя и... Причем вы здесь можете заметить, что в западнославянской радринской традиции, рахманская традиция Радагаста, все изображения богов помещались на некую такую колонну, колонну, которая была символическим... А, это была Тара? Да. А, с верху Ра? Да. И Кродуш тоже так? Ну, сначала, это так же самое, как, допустим, некоторые имена Всевышнего, такие как Бог и так дальше, они могли распространяться на... или, допустим, знак Анг в египетской культуре. Изначально знак света Ра, а он потом изображался у всех богов. Так и тут изначально нахождение на колонне знак Всевышнего Ра, а позднее уже и колонну стали делать другой формы и изображать на ней всех остальных богов. Ну, тут краще изображено, чем оно. И здесь уже видны крылья. Так, видны крылья. Уже не скажешь, что в ухо. А, тут и разделанность на щите, там, четыре сваргочетверти. Ну, конечно, то есть это качественное изображение. Чтобы было понятно, что четыре сваргочетверти и их центры – это одно, а девять планет – это другое. А тут не давят? Ну, вообще, девять. Здесь чуть-чуть не любят. Потом, кстати, где-то я это тоже покажу, где девять. Ну, будем покажем. Вот. Радагас, Сива и Шукра-Рахман. Палинус, да. Искажение, вот он же. Искажение от древневедического Палинус. Имя Шукра-Рахмана в качестве бога Ахния. Он же. Нет. Вы что? Ну, присмотритесь. А, то тут лев. А я побачу, таких висок не похожи. А, кстати, кто это? Лев. Ну, лев – это образ Ра. И как? И что, Всевышний сидел на голове в Шукра-Рахмане? Ну, точно. И как это так получилось? А, кстати, историю про Шукра-Рахмана и Макош помните? А историю про Шукра-Рахмана и Саагаста помните? Про Ра, Саагаста. Как Саагаста пожертвовали Шукра-Рахмана. Так. И позднее, чтобы подтвердить, что он является как бы собственностью Шукра-Рахмана, Всевышний проявился еще в виде льва и стал жить в волосах у Шукра-Рахмана. Чтобы подтвердить, что мысли Шукра-Рахмана направлены на него. Так что, ну, это практически сердечный рахмана, да? Так. А в руке это образ огня? Да, но он же в проявлении Павленуса является богом огня. Павленус – слово «палит»? Угу. Здесь у него емкость с топленым маслом. Да. А тут немало в нем? Ну, емкость с топленым маслом, как идеей огня. А? Каким ченом все мы ассоциировали? Ну, как, в риме, топленое масло использовалось в качестве топлива в некоторых случаях. И в обменных жертвоприношениях использовалось. А топливо для чего оно используется? Ну, для некоторых священных предметов. Ага. Долгая история, ну, как бы, как бы так. А триглава, как триглава? Изображение Роды, как триглава и богини. Изображение Всевышнего, как Паравита Руевита. Изображение Всевышнего, как Святовит. Изображение Всевышнего, как Правия, как Радагаста. Изображение Бога Крота. Изображение Рады Матты. А вот это также древнее изображение всего великого пантеона, который почитался рахманской традицией Радагаста. Две версии – цветная и черно-белая. Ну, в центре – это рахман. И что у него на щите? Черно-белая. Именно. Ну, смотрите, как интересно. Здесь это сделано именно в более таком классическом варианте, что топор на длинной ручке и на щите черно-белая. А здесь это сделано уже в более, что бы сказать, альтернативная версия воззрения там, где черно-белая у него в ногах. И он еще как бы не отрубил его. И птах. Здесь также есть птах, но он здесь отрезан на этом конкретном. На большом изображении здесь есть птах. И здесь как раз от птаха идут все вот эти сполохи. А тут конкретно, кто изображает, тоже можно изображать? Можно. Просто такой вопрос у того, что есть древние изображения богов, и как бы даже без новоделла. Ну, это из летописей конкретно. Это как? Саксонская хроника. Это все саксонская хроника. Ну, стиль, конечно, не может быть. Не все. Ну, по стилю какая-то. Это не саксонская. Тоже другие те. Ну, тоже летят. А вот это трава на месте саксонской хроники. Это из-за каких его традиций. Ну, кольоровые. Да. Кресты. Откуда? В какой-то музей. В каких-то? А ты что, в Одессе? Никак не. А зачем? А вы думаете? Мы об этой наугаде просто сказали. Мы не думали. А если сравнить, помните? Помните вот это? Музейвовник. Как? В прошуре сочленные знаки славян. Это три глупых. Еллинг? Да. Эти глупых. Из музея русской культуры имени Андрея Рублева знак трехславный. Это упрощенная просто людлинская версия. И христианизированная версия. То есть христианскость этой версии заключается только в том, что скопировав весь основной орнамент, добавили здесь вот эти две завитушки для того, чтобы нижнюю палку удлинить. Хотя здесь даже не факт, что здесь это имеет в виду христианское влияние. Может это по дрону арм. Ну, допустим, что христианское влияние. Допустим. А вот здесь какие-нибудь интересные. Видите, что в центре? Тризово? Да. Это на Хортице. В церкви, в музее. Сам это крест Святовидха. Пирамидальный крест. Здесь руны Ар, руны Богов, руна Кси. И в центре Тризови. Священная Трайсульция. Есть какие-нибудь доказательства еще? Вот изображение крыла Солнца, как его изображали древние индусы. Правда, крылья здесь стилизированы под растительный орнамент, но все равно это типа крылья. А вот здесь также трезубцы, древние Трайсу Барюриковичей, некоторые из которых имеют в себе крылья, и некоторые из которых имеют идею огненного птаха. Именно в таком вселенском понимании, где проявлено и Солнце, и планеты на своих орбитах. А где огненный птах? Ну, вот голова, крылья. А, это внизу тут? Ага. Вот здесь тоже крылья. Вот здесь Солнце, планеты на орбитах. Это многозначное символичие. А тут еще наверху не может быть. Еще одно изображение траха. Он тут не с распростатыми крылами, а так? Да. Это как на танге, которую я разработал. Там, где повторяется несколько версий тризов. Ну, Бог Луны. С чего? Угу. С крыльячими ушками. Ну, а что же не виноват, что там сидят инопланетяне? Да нет. Так что для него… И вот прямое показание, откуда вы взяты, современная версия тризова, которая используется государством. Видите эту версию? Угу. Это же тогда было исказание. Да? Да. Исказание. Именно тогда, не раньше? Раньше, как государственный, его не существовало. А у Едеминовичей, там в виде буквы «Ш» фактически тризов. Едеминовой столпы. Угу. В виде буквы «Ш» с некоторыми модификациями. А на киевских княжевских монетах Рюри Кривичич, еще он такой вот, ну, как здесь. Угу. Вот такая версия часто. Такая. Такая, к примеру. Что скажете? И что можно сказать? Да что-то, надеюсь, можно сказать. То, что наш и державный знак, и державный гимн, все взято. Зрозумело, с чего? Ну, как раз очень понятно. Тризуб взят с древних рукописей. Только взят не священный трайсуб, как государственный герб, а взят орнаментальный тризуб, который использовался как часть декора древних заставок. На ских древних, кажется, древних заставок? Еще недавно был в таком выгляде? Да на рукописях, даже на христианских молитвенниках сохранялась древняя традиция. С ведических времен эта традиция дожила до 18-го столетия. Малороссийская коллегия отдельно издала указ о запрете использования этого знака в качестве части оформления книг. Это в 1700 каком-то там году. А мы будем все равно же у нее порастовывать. Ну так, малороссийская коллегия не распространялась на территорию западной Украины. Так, что там? И что? Какие вопросы? Какие интересные мысли? А то начну мучиться. Думка такая, что цей искаженный вылет этой трассы уже давно выяснилась, так? Нет, на заставках он такой должен быть. Почему? Ну как, на заставках книг он должен быть идеальный. На заставках книг должно быть краткое напоминание о том, что такой знак вообще есть. А в центре где-то вот, когда уже идет речь о великокняжном гербе, о знаке Всевышнего, то уже другой вопрос. То есть оно должно быть такое, как оно есть? Ну да. Однако, не надо было брать часть декора в качестве государственного герба. Надо было взять ту версию, которая была гербом во времена Едеминовича или Жюриковича. Выходит, что было специально сделано, а бы кто с ней разбирался. Их специально, и мозгов не хватило. Ну, как говорит один мой знакомый, или дурак, или враг. Тратья на дно. Ну, или дурной враг. Или вражеский дурак. Дурак, то уже вовремя подсвечались. Ну да, вопросы уже другие. И вот интересно, что вот это вот так же существует. Даже этот трайсуб, он намного лучше в этой карте. Я тут занязываю, но больше, что там. Просто сравните. Здесь видите, грани ровные. И здесь считается Яр-Ра. Ра. Ра и Бача. Яр. Ага. В обратном Яр-Ра. Если в прямом прочтении сам Тризов, если его так перевернуть, получается литическая буквица Уг. 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 Ра. Ян. Ар. Украяна. То есть в таком трайсове написано слово Украина. Идея духовного развития и возвращения экрана. Ну, если вы знаете, то можно прочитать. А кто не знает, то просто дивится. Только на свете важливо. Ну, для этого достаточно просто знать руны и литицу, и можно прочитать. И все. А в таком варианте уже ничего от этого не вычитаешь. Ну, там все таки нивелированный, сглаженный все. Ну, так. Ну, так. Да. Там еще и много хрестов. Я в интернет вложил уже видеозапись, которая называется «Христианские лето крести» в церкви музея на Австралий Хорнице. Там много таких хрестов. Ну, это кто-то, мается на увазе, что они не на каких-то атрибутах висели, а то были христи, которые носили люди на себе. Ну, да. А этот христ тут? Знак Ра и знак Сарги. Точка круги, знак Ра. Так тут много точек. Ну, точка круги. Ну, вот тут точка круги. Ну, да. В центре есть точка круги. А с горку тут Ра и Ра, да? Да. И так же трезуб, в принципе. Еще трезубом является циллака на лице вседушного. Стати, данное тиллака и данный трезуб имеет некоторые общие черты. Какие? Ну, например, Солнце Човен и центральный перетон каяка есть, как бы, окремый вид двух боковых. Ну, Солнце Човен и Солнечный Манштейн. Тиллака – это знак, который наносится по центру лба. Зачем? Символизирует третий глаз. Символизирует третий глаз или является знаком, благословляющим открытие, активацию третьего глаза. Индусы, особенно наши лица, индусские, все это рисуют. Причем, там, в зависимости от того, какая циллака можно определить, какому пульту они принадлежат. Они разные? Конечно. А то, что сейчас они малюют, то просто люди не малюют точку? Ну, да. Они же как палец в сажу и все. А это тоже символизирует приблизную третий глаз? Или нет? Уж я тут не уверен. Возможно, это нечто типа того, как христианские служители во время крещения все это дело замазывают маслом своим. Ну, такое масло было, то что? Может, и все так это пеплом, чтоб, типа, если они простолюдины, чтоб они не лезли куда не надо. Ну, а, как бы, пепел сам по себе... Ну, хотя, если это священный пепел, то тогда другой вопрос. И снова, что было первично, или первичная была идея о шоке относительно установления жесткой диктатуры, в контексте которой данное предположение могло иметь смысл. Или первичным, допустим, могли быть какие-то обряды возле какого-то брахмана, который давал пепел, который наносили сажу вот себе на лоб и таким путем получали благословение. А что за тот вариант разумеется? Угу. К Huele К Huele К� Продолжение следует...